здрасте уважаемые зрители с вами игорь мы продолжаем играть в мосфек 3 на безумие так прошлой серии мы с вами были грессомской академии там оказалось что преподает наш старая знакомая джек и на павел цербер чтобы забрать эту академию учеников одаренных биотиков и просто чтобы как я понимаю забрать все в командном этого сделать не дали всех спасли в итоге нам эти ученики будут помогать ну как бы в поддержке в прямой бой мы их не стали отправлять дабы не покалечить так какие сейчас прочитаем терминал или этот наш прочитаем терминал мой вас подели терминал давно не читали встретимся в чистилище ариат лолок шепард у меня к тебе предложение ты не захочешь упускать я на цитадель в ночном клубе чистилища не заставляй меня ждать слишком долго ну короче это уже было я спектр если вы едем с капитан не знаю как и сказать у дина хочет чтоб я стала спектром знаю это безумие небольшая поклонница у дины но организовывать назначение спектра он реально может он оставит на ответе но я не знаю что ему сказать мне из постели это еще рано выбираться тут такое я сказала ему что подумаю над предложением если окажется рядом окажешься рядом с титаделью зайди в больницу навести меня то я тут уже рехнусь со скуки эшли это мы тоже уже сделали так отэшли вильямс капитан у дина сделали предложение я приняла его я спектр поверить не могу все кругом рушится значит ли значит ли теперь что это хоть что-нибудь это должность да там власть ресурс свобода ну не знаю короче в общем ты понимаешь если будет возможность вести меня больницу меня все еще держит на я планирую скоро вылезнуть эшли просьба о помощи секунду так секунду ребят а то там дочь я за звуки это окно забыл закрыть так капитан меня зовут юн бау я спец корпуса тактической разведки хотя кое у кого остается сомнения касательно ваших прошлых дел с цербером многие из нас спектр серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет женицов я вышел на связь вами потому что располагаю информацию которая может привести на сторону женицов агентов с значительным весом в политике буду признателен и признателен если вы найдете время встретиться со мной в посольстве цитадели не привлекая излишнего внимания искренне ваш юн бау гор спектр это город этот саларианцев спецотряд насколько я помню переслано теперь переслано да спасибо стивен хакет присылаю письмо от калисандр спасибо кому стивен хакет здрасте капитан у меня не было времени должным образом отблагодарить а я ж не стивен хакет чё за херня должным образом было поблагодарить вас когда вас спасли нас в академии адмирал хакет согласился прислать вам мое письмо а понятно это пересланы от хакета понятно мои студенты сейчас на дежурстве я а я всем чем могу помогаю в работе над горном это потрясающий проект самый сложный всех что я видела самые технически подкованные мои ребята остаются чтобы принять участие в проекте когда я вижу как они работают вот за кем будущее капитан этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса и благодарить за все это будет у вас наилучшим пожеланием калисандрс срочное сообщение от хакета капитан на цитадели работает ученый альянса доктор гаррот брайсон нужно чтобы встретились и поговорили с ними доктор брайсон получил новую важную информацию о жнецах которая может повлиять на ход войны я официально поручаю вам при первой же возможности помочь ему лабора в работе пожалуйста пустите лабораторию брайсон на цитадели омега нужно встретиться так тема нужно встретить шепард нужно поговорить о важном деле только наедине и все организую пока давай встретимся на цитадель участилище подходящее название могу тебе помочь в твоей войне чем у меня второе блин сообщение то шепард я готов поговорить о своем проекте о том который упоминал частицы приходи в док-42 на цитадели тебя будет ждать батареанцы по имени брей о господи иисусе чё там задание обновились нет да ария просит о личной встрече работающим над секретным проектом доктора брайсон нужна помощь с лаборатории на цитадели чешки должно быть окей окей чё у нас все я короче решил дезинтегрирующий прокачание хер с ним решил так решил так ладно друзья тут усовершенствовал на не зря на деньги в данном совершенствовал мотыга до пятого уровня наклепал под модификации гадюку попробовать на ладно один раз ничего страшного так ладно давайте я здесь то ли шлем то ли чем и ну вот что ли броня цербер да нет что новая взяла чё шлем может а вот него визор мы взяли ну-ка чё так этот нам давал защиту этот чё нам дает урон от умения время восстановления давайте возьмем пофиг рукавицы или чё я взял еще мышь плеч чё-то я еще взяла чё не помню материал так узор чё лига на цвет цвет да зачем не цвет узора так господи иисусе а может так не цвет цвет а вот цвет брони морем и цветами врагу не пожелаешь где красный просто ярко-красный будет есть это что ужасный чувак стремный красный цвет там и такой давайте что ли пусть так материал о пусть такой будет пусть такой блин так ладно может ноги мы взяли ну-ка чё добавляет урон от оружия не не пойдет так так узор чё за узор цвет узора на другой выбрать не черный черного цвета узора нет это черный что ли ну всё я согласен где узор а блин узор вообще говно если честно давайте хотя бы так или может так сделать это чё за оттенок давай я не понял чё он оттенивает нет в жопу чё такое опять чё подсветка чё за подсветка то я не вижу что-то подсвечивалось в мире по шарам ладно не буду рисковать пусть пока так будет чё ладно продолжаем так ладно продолжаем короче так смотрим на данные блин задание херова гора еще немного на все-таки хочу уже засунуть свою жопу в эту где это говно было барла он не то уже и найду это говно как она называлась а вот безнуши райка я уже пытаюсь на пятую серию улететь погнали еще раз попробую улететь безнуши райка да кстати это ну погодите академия грис сома я то это Её не проверял Давайте проверим, что в ней есть Есть ли в ней что-нибудь Что ещё? Я не знаю, тут везде надо проверять Сначала около планет проверю С этим поиском непонятно Везде надо проверять или около планет Или вообще что? Надо ли вообще проверять это говно? Создаётся впечатление, что вроде как надо Вот я тут не пойму, тут что-то есть? Как узнать? Чисто так только, я как понимаю Вроде я всё обследовал Ни хрена вроде тут не обнаруживается Сейчас ещё сюда попробую Здесь я ещё не пробовал Ну ладно, вроде ни хрена, окей Окей, ни хрена, так и ладно Так, и тогда я на Шрайка улетел На меня эти мутанты напали Давайте попробую ещё раз Теперь мне интересно Теперь-то я смогу туда? Они же должны улетать или? Господи, что так громко? Или они не должны улетать? Вот что меня волнует Так, ну здесь Как я понимаю, раз 100% Значит 100% Вот здесь тогда на меня навалились Эти черти Да? Ой А где мне заправиться-то? Есть заправиться, нет? Если я не заправлюсь, то что делать? О, боже Вот есть где-то топливный бак А то я реально сейчас уеду куда-нибудь Где-то, блин Странно Где топливо вообще взять? Ладно, всё-таки поехали так Я надеюсь, что мы как-нибудь разберёмся Она с ним заправит Потому что Мне кажется, игра должна учитывать такие моменты Сейчас узнаем Заодно и проверим Что всё это значит Ааа, нет, мы не долетим Ну-ну-ну, пожалуйста Да, мы долетели, окей Так мы можем теперь не улететь Как я? Ну вот, я тогда обнаружил И чё? Это здесь? Ну, окей Тулисфея Ой, Талисфея Талисфея может быть обитаемой Если её обитатели будут способны дышать аммиаком Открытая азарь и планета Стала для Совета Цитадели козырем При оформлении договора о колонизации волосами Совет должен был финансировать создание колонии В обмен на серьёзные торговые преимущества Пользуясь нетипичными для волосов энтузиазмом Совет сумел в течение десятка лет получить прибыль Прежде чем колонизационный пузырь лопнул Сейчас экономический расцвет Талисфея Позади волосы идут дела очень жёстко Настоящей угрозой для торговли стали пираты Которые считают волосов лёгкой добычей Окей Наискать хоть я сразу разобрался как Вроде, по крайней мере Здесь где-то должно быть, нет? А, вот И чё? Спартанский обелиск Ну всё что ли, типа? Нашли? Всё задание? Классно Классно, классно И чё? 50% ресурсов Тут ещё чё-то есть Надеюсь, что это заправка Блин Я сейчас не смогу никуда переместиться Блин Ну чё? А, боже И чё теперь, например? Ну, мотал я Клонение успешно И сейчас я вот встану И чё? И можно всё равно лететь? Вау, как прикольно Ты смотри, чё Не очень я понял Где заправляться Здесь есть заправка Так, опять Женицы эти сраные Хрен с ними Так, ну я тогда На цитадель возвращаюсь Потому что у меня там Туева хуча заданий Заодно Волосы вернём Наконец Артефакт Нету Заправки, блин Может нас в цитадели так заправить? Что-то я не понял Главное, классное А-а-а Нет, я понимаю Стыковка разрешена, Нормандия Куда вас паркануть, нахер Сами разберёмся Это, блин Я уже и не помню Где этот толстый стоял Да, капитан Сам разберусь Сам 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 Разберёмся сами Так Волос дипломату Передайте волосы в посольстве цитадели Мы в посольстве цитадели? Нет Или да? Где он Сука Базарил Где же он базарил? Блин А где это посольство-то? Я не помню уже Ни хрена Вот посольство Он где-то здесь был Вот он Здорово На Кажется, у меня есть обелиск, которым вы говорили Он ждёт вас в отсеке Д-24 Правда? Спасибо, землянин Если вдруг Ваш народ будет вовлечён в секретный проект Обелиск непременно пригодится Я уверен, что этот обелиск... Спасибо Так, ладно Хер с ним Говно задания, конечно, редко с чего Ой Какой кодекс? И в жопу Так, а что тут? Я что-то не прочитал? Что-то не очень понятно Так, ладно Цитадели Про столичные встречи Найдите её в доке 42 на цитадели Так Вот я какие-то интерфейсы нашёл Блин, не знаю Доктор Брайсон, работающий на секретном проекторе Нужна помощь в связи с его лабораторией на цитадели Найдите нагреватель Найдите чертежи Так, давайте попробуем Брайсона Интерфейса Да я не знаю Мне казалось, что я какие-то интерфейсы брал Или я не брал никакие интерфейсы Азари Найдите чертежи и принесите Да ни хер знает Хрен знает Да куда брать я ещё это, блин? Так Азари учёная 2 А где? По прямой? Так, вроде я интерфейсы взял Давайте отдадим Я же все задания Буду всё равно выполнять Шепард, иди вперёд Господи Иисусе Господи, как я хочу на лосы побриться Почему мне персонажи лысого сделали волосатым? Какого чёрта, блин? Что-то я не понял Где она? Здесь, что ли? Ты где? Кто из них Азари учёная? Ааа, как раздражает Искать Ты где? Почему горит красным? Она здесь где-то? Чё не понимаю, блин Так, окей А вот На Я слышал ваш разговор Гессомской академии больше нет Но я там нашёл вот это Что это? Да Приспособлены к человеческой психологии Но если немного модифицируют Пойдут и для Азари Это именно то, что нужно Спасибо Не за ста Так, мне сказала Эшли к ней зайти Пойдёмте Пойдёмте, пойдёмте К Эшли зайдёмте Привет Рад тебя вид, здоровый Да Всё нормально? Да, вроде бы Кстати, я приняла предложение у Дины Да я в курсе, ты мне письмо писал Спектр, поздравляю Мелочь по сравнению с тем, что происходит Ну и чё, ты готова к такой оттенке? Пока ещё не верю, что это правда Наверное, нужно привыкнуть Я не знаю, какие у меня будут обязанности Пока всё слишком неопределённо Что ты об этом думаешь? Ну, ты прекрасный солдат С отличным послуженным списком Ты это заслужила Спасибо Спасибо, когда ты такое говоришь Это много значит Он сказал, что будет ещё официальная церемония Когда меня отсюда выпустят А потом? Не собираешься вернуться на Нормандию? Обязательно? Что ещё я могу сказать? Отлично Тебе уже лучше? Я в порядке, если забыть о куче бумажек, которые на меня навалили доктора Извини, что я такая несобранная, Шепард Просто... В чём дело? Получала весточку от матери Они успели выбраться Все живы? Хорошо Все бы новости были такими Действительно Добралась твоя сестра до цитадели? Да, но... Её муж погиб в бою Мне жаль, Эш Да Сара не очень любила всё военное Мы были удивлены, когда они поженились Сколько же семей разрушили жнецы? Даже думать не хочу об этом Иногда кажется, что надежды вообще нет Не вини тебя за это, Эш Конечно Но я ведь её старшая сестра Попав в тиски беды, не дрогнул я и не застонал И под ударами судьбы был ранен я, но не упал Господи, петь нас со своими стихами, блин Это откуда? Непокорённый Хенли Непокорённый Хенли Один из любимых отцов дурацких поэтов Речь о том, чтобы не сдаваться Верно Сестра хочет выступить в мемориале Ничего необычно, просто сказать пару слов о семье Будет непросто Держи меня в курсе, ладно? Хорошо Спасибо, Шепард Не застон Эсли Так, теперь меня волнует, где этот Гуэр-то недоделанный Эх, да чё меня на кодекс-то? Я чё-то не читал тут, я не пойму, чё они переключают Здесь, что ли, не прочитал? Планеты, Иден Прайм Не помню, чё-то нет Может, случайно нажал, так, ладно Электросеть, понятно Доктор Брайсон Свяжись с его лабораторией на Цитадели А где этот херов Брайсон-то, ребята? Где он? Где ты, сука? Здесь его нету Это ж не Брайсон Нет, не Брайсон Здесь нет никакого Брайсона Послушайте, эти противопоживительно важны Это биотический имплант Так, это, по-моему, я уже брал это задание Так, окей Окей Что ещё нас ждёт на Цитадели? Барлавон Это куда-то лететь надо, да? Системы драников каких-то Так, ладно Ариатлок Так Так, это главное Компоненты прототипов Опять какой-то волос Что-то восстановить хочет Так Так, это вообще непонятно Чё, может, с этим? А, тут есть Диария Ариатлок попросил вас помочь Поговорится, помощника капитана Белли В отделении СБЦ вообще не придёдём Пойдёмте Пойдёмте Поговорим, чё РПГуем потихоньку Насчёт битвы сегодняшней Не знаю Будем ли мы сегодня с кем-то биться Я не в курсе Беги, Шапард Беги Давай Может, кстати Мемориала сестры Её не будет, кстати Это же Президиум Пойдёмте посмотрим А там чё-то про мемориал говорила Может Реально чё-то есть Ради интереса сходят А, нет А где мемориал-то был? А, нет Мемориал не здесь был Мемориал, значит, был в доках Сюда, наверное Наверно Вот сюда, ребятки Так, сюда Да Дарнир-воск Кто такой Дарнир-воск? Не помню, кого Дарнир-воск Так, секунду Давайте сначала сюда Может, тут есть сестра Эшли Нет? Сестёр Эшли тут не наблюдается? Окей Так, вон где Гарус стоит Чё такой? Кто такой Дарнир-воск? Я не помню, какого Или я разговаривал с каким-то Дарнир-воском Вроде нет Пойдёмте узнаем, чё за Дарнир-воск Чё могу сказать А чё, Келли опять вернулась, что ли? Может, я смогу её уболтать? Где она? Она не здесь? Блин, я путаюсь пока, ребят, сорян Нет, она В шестом, да? В шестом? А, да, в шестом Окей Да, вон реально Керри стоит Пойдёмте, поговорим с ним Келли Ну-ка Ну, я последовал твоему совету Как тебе мой новый облик? Чё не изменилось? Я не помню, как она выглядела Да Знаешь, что тебе нужно маскироваться? Мне нравилась, какая это была раньше Мне тоже Но приходится идти на такие жертвы Она блондинка, типа, стала Керри Чемберс больше нет Записи к Цитадели я прохожу, как Фелиция Ханнинг Приписано к судну геологов Тайфун Разнакомься, Фелиция Нет, ты можешь называть меня Келли Всё? Верницам некуда деваться Ну, окей Или я... Блин, или это продавщица около Гаруса Ну, давайте ещё раз я подойду Пофига Нет Дарнира воска Это какой-то другой хрен с бугра А ты там мне что-то продашь, курица? Нет? Гарус тоже не хочет общаться Окей Кто ты такой? Ого, Ария не шутила Сам капитан Шепард на поводке А, это с этого, что ли? У меня здесь свои цели, Воск Не сомневаюсь Передайте ей, что я впечатлён Но, чтобы перейти к делу, мне по-прежнему нужно решить одну проблему Например Турианский генерал по имени Арака здорово мешает синим светилам Из-за него стало почти невозможно действовать в этом секторе Моя банда поможет Арией, как только Арака скончается Ну-ка, рассказывай Наверное, у Арака есть причины для недовольства Всего лишь мелкие грабежи на торговых путях С благословения Арии должен отметить Арака всего лишь военно-ископаемая в отставке Тут вдруг он решил вернуть дни своей славы и как-то оправдать собственное существование Утрата его никак на нашу войну не повлияет Но вот помощь синих светил, вы же знаете, как мы работаем Хер ли мне делать? Хрен ли мне делать? Ну ладно, я родилась никого не убью, и что это значит? Ты на самом деле думаешь, что я убью Турианского генерала? Ария думает, да, иначе зачем бы ей посылать именно вас? Она знала, какова цена У нее и спрашиваете О, кстати, передайте Арии, что я по-прежнему жду, когда ее синяя задница окажется в моей постели Ага, конечно, сейчас Спасибо Ты узнала об этом? А что, можно конкретней? Дарнер Воск, чтобы я убил генерала Араку Кого волнует, что хочет Воск? Он просто нужен, чтобы Арак перестал мешать его опираться Думаете, я нужна поговорить с Аракой? Попробовать убедить его, отступить и все А если он не пришлышится, свяжись со мной, я обо всем позабочусь Да я вообще разницы не вижу Разница в том, что я даю тебе возможность спасти его жизнь Хорошо, тогда почему ты мне сама это не сказала? Воску надо было посмотреть на тебя, понять, с кем он имеет дело Прямо то, если этот урод принялся снова пяриться на мои сиськи, пришлось бы его убить Да, он это говорил Что я с ним пересплю? Все мы порой заблуждаемся Ничего Так Где Синие светилы Дарнер Воск, предводитель синих светил, хочет перед переброской бойцов на Арию Чтобы генерал Арак перестал доставлять ему неудобство Найди способ договориться с Аракой Я бы нашел, конечно, способ Он где, блин? Так-то все здорово, конечно, блин Классно, задания дадут Блин, а где эта Арака, блин? Где я должен его найти? Вот это меня смущает Никакой Араки нету, я, если честно, даже не знаю Хоть бы сказали, куда идти, блин Блин Может, я что-то не вижу? Здесь же никаких Араков нету Ну, ребят, я не знаю Окей Просто классно Все-таки, блин Как-то цель, может, отмечается Блин, вообще ничего никак не отмечается Как я должен искать его? Где эта Арака вообще? Давайте искать этого придурка Я не знаю, где Может, он на Цитадели где-то? Где я? Ну, наверное Где я должен его еще искать? Че, я должен по всем этажам ездить? Как идиот? Ну, хорошо Давайте экспериментировать Че могу сказать Так Ну, допустим, в Президиуме Ладно Так, поищу Отлично, я угадала Арак оказался в Президиуме Так Где он? Арака четвертый Так Это где? Бухучет вели, что ли? Так, окей Так, а Нарл Кто такой, блин Где я вообще? Я здесь Окей Че? Че такое? Кто-то че-то базарил Жена че-то там Э, эти две проститутки Понятно Понятно, понятно Окей Так, где тут че? Кто это такие? Нарл Нарл это не из каких-нибудь Опять светил Так Это Бэйли А это кто? Нарл, да Нет, да хрен с этим Нарлом Потом Потом с Нарлом поговорим Где генерал Арака? Я ж ни хрена не ориентируюсь В этой хрени А, вот он, окей Хорошо Нашли Араку Давайте разговаривать С Аракой Привет Капитан Шепард Капитан Шепард Генерал Арака Кажется, мы встречались в логове Коры Вы не очень хорошо себя тогда чувствовали А это он С этой Я понял Да, я чудовищно напился перед отставкой Сейчас бросил Начал новую жизнь Это который с этой, блин Говорят, вы выступаете против синих светил Мне нужно позаботиться о цитадере, капитан Синий светилы перехватывают поставки оружия для СБЦ Нужно с этим покончить Из-за наемников в цитадере будет нелегко В случае, если война дойдет сюда Когда она дойдет сюда Есть и другие способы достать оружие, генерал Думаете, я не пробовал? На цитадере есть подпольный торговец оружием Но лучшие образцы он не отказывается продавать Жнецы уничтожают все на своем пути А я не могу остановить их Но я могу остановить синие светила Ладно, я достану, пофиг Я попробую вам помочь Спасибо за предложение Но у меня уже есть план действия на случай Если что-то пойдет не так И че? Блин, меня это бесит Капитан, если вы найдете новый источник орудия для СБЦ Мне придется собрать отряд Надо самостоятельно положить кое-нибудь в деятельности светил Окей, я над этим работаю У нее ваши старания Она долго отдыхает Долго сидеть не могу без дела Где я должен-то оружие искать? Ни хрена непонятно Хоть бы это намекнули, что ли? Ладно, окей Так Пока ни хрена не понятно Может мне Лиара как-то поможет с оружием? Лиара? Где оружие достать? Рассказывай Привет, Шепард Ага, спасибо Да, иди в жопу сам Разбирайся как хочешь Пока что-то, если честно, я не очень пойму Каник? Окей, мне предлагают, видимо, на рынок сходить поговорить Ну пошли, сходим, поговорим на рынок Так, где он? Тут где-то Та-а-а-а-а-к Окей А, вот какой-то Каник Ну давайте Привет Послушайте, капитан Мне неприятности не нужны У меня есть разрешение на торговлю Все оружие абсолютно легальное Это все легкое оружие А где самые мощные стволы? И вы тоже подбираетесь ради СБЦ? Меня уже заставал один нервный старый турянец Да, у меня есть игрушки куда лучше Но они не для свободной продажи Галактика разваливается Когда сюда явятся жнецы Кредиты уже не помогут Так, о чем это вы? Чему вы ведете? Я думаю, что в любом случае останутся живые Но вот системы никакой не будет Спорю, что в ходу будет натуральный обмен Идиот Я собираюсь запустить козырями Мои лучшие товары теперь уходят Только за нужные мне вещи и редкие артефакты Хрена ты, дебил И во что мне обойдется доступ к верхней полке? Турянец сначала махал мне перед лицом кредитами А потом плеваться начал Приятно встретить разумного человека Если при спасении галактики найдете что-нибудь уникальное Принесите это мне Тогда я с радостью поделюсь крутыми стволами с СБЦ А если нет, то лучше их придержу для себя Че она? Чего? Блин, я нихрена опять не понял, ну ладно Блин Интересно, конечно, блин Где я чё должен искать? Я чё-то должен найти и припереть ему, что ли? Кредит меня интересует, капитан Если СБЦ хочет получить что-то с верхних полок Придется вам передать мне парочку редких артефактов Короче, я так понимаю, это ещё Я не сразу решу задание, да? Эх, господи, ну и геморрой Чё Сузи скажет? Я заметила множество публичных проявлений эмоциональных связей на цитаделе Процент превышает статистическую норму Каждый из нас может завтра умереть, Сузи А побольше общаться с близкими Единственное, что у нас остаётся Интересно, так же я буду чувствовать чё-то там Ну и чувствую, и так Короче, ладно Я, конечно, пока попробую найти какое-то оружие Уже непонятно где, ну ладно Уговорили, где этот хрен второй? Эээ, Нару А в жилищах? Понятно Я так и думал, что эти жилища нам для чего-нибудь понадобятся Окей Эээ, вот и Нару Только одна дверь открылась, ну ладно Живо, руки за спину Они будут здесь минуты на минуту Вы о чём вообще? Вожа кровавой стаи Криту достанется капитан Шепард, тогда Ария получит банду Чё? Мы его выманим из логова, чтоб прикончить Не лучший способ завязать дружбу, Нару Он идёт, давай руки за спину и притвори, что я тебя бил, что ли Ладно, давай О боже, в чё я вляпался опять Лучше б тебе не врать, Нару Тише Говорит, лог, ещё сильнее, чем думал Крит Сначала указания, как незаметно выставленный цитадель И теперь это Капитан Шепард, хочу, чтоб вы знали Ваша голова станет украшением на пульте моего челнока Ой, да вы живёте по 20 лет, какого челнока, дебил? Держись от меня подальше, Грит Так ты принял условия Арии? Конечно, Ария может вертеть и кровавой стаи, как из-за благорассудица А я, Грит, не с тобой разговариваю, Грил Что? Я даю слово, теперь стреляй Что я не понял, кто с кем договаривался? Не он, его правая рука Грил Ария договаривалась с ним Да, точно, я агент Арии Шепард, ну что мне? А тебе, я тебе всё честно Господи, как они так разговаривают? Совет тебе, не муклюсь с Арией, а? У меня есть амбиция, я не больной Ага Отлично, Нарл, спасибо за пушку Обращайся, Шепард, мы с Грилом намекнём Арии, что всё в порядке Фу, хоть с этими хренами всё нормально прошло, окей, согласен Так, с Каником непонятно Так, ладно Чё ещё? Так, а с этими, так хватит мне пихать Так, а чё с этими-то? Попросила по так А, это надо к Бейли, пойдёмте к Бейли сходим Надо с Бейли поговорить НАТО сказал НАТО, значит НАТО, да? Это, да, это лифт Это лифт, окей Так, а Бейли у нас в посольстве? Наверно, в посольстве Хрен знает, даже не помню Ооооооооо... Даааа ЁднумбаАу Ёднумбау Это чего такое Господи, тут появляется как-то weather Где он? Так, я же здесь Где Йоднумбау? Йоднумбау, ты где? Нежненького Йоднумбау. Кто это такой вообще? Йоднумбау, ты кто? Что за прикол, я не понял. Опять что-то не в ту сторону, что ли, пошел? Йоднумбау. Так, а вот, наверное, Йоднумбау, да? Нет? Да. Да, его отряд вернулся. Я мог бы, но они меня игнорируют. Не хотят даже в глаза смотреть. Че там у тебя? Я прекрасно осознаю ситуацию, конечно. Я ежедневно просматриваю списки погибших, но... Пожалуйста, пожалуйста, еще несколько минут поиска могут означать годы спокойствия для моей семьи. Давай, прыщавый, че тебе надо? У вас тот из родственников пропал? Мой сын Билал. Он бюрократов же... От бюрократов же сочувствия не дождешься. Ну, хватит ныть. Я посол Доминик Особо. Отряд моего сына вернулся с задания на Беннинге, а он сам пропал. Однополчане пьют во флюксе, а со мной не хотят даже разговаривать. Я заплачу вам за любую информацию. Если Билал жив, я хочу, чтобы он вернулся домой. Если же он погиб, мы можем его оплакать. Если что-нибудь найду, дам вам знать. Спасибо. Какими бы ни были известия, я буду ждать их. По-моему, никогда хороших известий не было в Масс Эффекте. Вечно дохлых всех находили в первой части, точно помню. Посол Доминик Особо хочет узнать, что случилось с его сыном, пропавшим без вести на Беннинге. Найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына, отнесите доказательства послу. Окей. Советник Удина, капитан Бейли. Пойдемте к Бейли, потом к Удине. Наверное. Как-то так. Так, где Бейли? Это кто такой? Не понял. Что такое? Это поэтому... Евген Шепард, Юдин Бау, Спектр. У меня есть информация, что высокопоставленные чиновники Канаров могли быть одурманены. Серьезное обвинение, что вам известно? Оперативная группа Альянса провела тайную операцию по захвату исследовательского центра батареянцев. Они изучали технику жнецов. Батареянцы получили технику жнецов? Операция закончилась настоящим побоищем. Люди вернулись ни с чем, и им пришлось имитировать сбой в энергоистеме, чтобы скрыть произошедшее. Если об этом узнали батареянцы, то объявили войну. Но при чем тут ханары? Они поддерживали подпольные торговые отношения с батареянцами. Так Альянс вышел на станцию? Мы подозреваем, кто-то из канарских агентов бежал с батареянским оборудованием. Если ваши данные о жнецах верны, то они уже одурманены. Откуда вы об этом знаете? Свет не подбросили анонимно, но я думаю, что их источник воровка по имени Касуми Гота. Я же не охотичь уже несколько лет. Касуми? Вы охотитесь за воровкой? За очень искусной воровкой. Ум и сноровка у нее почти на уровне саларианцев. Думаю, она ценит похвалу из-за спектра, который ее ловит. Мне нужны только ее данные. Я уважаю ее как человека, а раз она передала мне эти данные, полагаю, чувство взаимное. Чем я могу помочь? Ханарский агент теперь служит дипломатом на цитадели. Я не знаю его общего имени, а если подам официальный запрос, то он залежет на дно. Значит, будем охотиться. Я отслеживаю подозрительные передачи на родной планете Ханаров. Ваша помощь мне будет кстати. Посмотрю, что мне удастся найти в офисе спектра. Спасибо, Шеппорт. На всякий случай, не все сомневаются в ваших словах по поводу жнецов. Надеюсь, остальные опомнимся не слишком поздно. Куда я пошел? К Бейли? Помнишь, как ты помог мне забрать серый ящик Кейзи у Донна Вана Хока? Тот, из-за которого могла начаться война? Например, что Альянс тайно захватил батареянскую лабораторию? Ага, мне показалось, теперь этого ревида не будет. Особенно раз тут где-то завелась одурманенная медуза. Еще более чокнутая, чем обычно. Если ты не против, я буду рядом в маскировке. Помогу тебе найти какой-нибудь компромат на Ханаров. Буду рад, Касуми. Да уж, старые знакомые вылезают из щелей прям. Так, где я? Так, подождите. Саларианский спектр Йодну Мбао подозревает, что один из саларианских дипломатов одурманен женицами. Найдите доказательство этого в посольствах президиума. Ё-моё, вы задолбали меня. Так, а че я сюда заперся-то нахрена? Тут че-то есть? Или че? Зачем я сюда пришел? Так, подожди. Нет, это... А, вот это... Здесь просто этот. Терминал. Нет, подожди, это третий. Че? А, ну терминал спектр мне не надо. Офисы посольства четыре, ну пойдемте. Может мне офисы... Так, где Бейли? Блин, меня че-то нахреначили фигни всякой. Так, я... Ну ладно, сначала Бейли. Где Бейли? Бейли, Бейли, Бейли здесь? Да. Бейли здесь. Шепард, чем обязан? Я здесь, чтобы поговорить об освобождении Джона Сэдерис. Черт, и вы тоже. Кто-то выжил из Совета Приказа о ее освобождении. Затягиваю исполнение как могу, а у вас какой интерес? Это секретная информация. Забавный способ сказать, несу ее нос, несу ее дело. Слушайте, я эту сумасшедшую не выпущу ни под каким предлогом. Она совершенно безумно опасна для окружающих. И почему вы думаете, что она сумасшедшая? Она творила ужасные вещи до того, как я ее поймал. Тюремное заключение в этом случае лучшее решение. Может, свобода ее излечит? Она буйствует без отдыха, Шепард. Градится уничтожить всех врагов в затмении. Нет, свобода только даст ей возможность убивать. Мне бы хотелось повидать ее, чтобы составить собственное мнение. Конечно, я уверен, ты со мной во многом согласишься. Тогда, может, совет прислушается к вам и отзовет приказ. Обратитесь к моему помощнику на новом посте СБЦ. Он обеспечит вам подключение к камере Сидерис. Боже, какому нахер помощнику? Господи, вы меня задолбали уже. Где помощник? Так, еще раз. Я уже запутался, если честно. Так, это Удина? Что Удина мне скажет? Где он вообще? Удина, что расскажешь? Капитан, наверное, вы хотите спросить про капитана-лейтенанта Уильямс? Эшли сказал, что согласилась на предложенный вам импорт спектра. Да, это так. Советую отчаянно, не хватает верных агентов. Уильямс среди первых будут еще. Наконец-то кто-то признал заслуги Эшли. Да, ее послуженный список говорит сам за себя. Она выжила там, где остальные погибли. У нее огромный боевой опыт. Что самое главное, она не подкупна. Я буду держать ее при себе, не переживайте. Пора, график вертит мне как хочет. У вас все? Так, это все, по-моему. Мне пора. Я буду здесь. Да и хрен с тобой. Героя дали. Обстановка накаляется. Много беженцев. Много беженцев. Постоянные слухи о войне. Люди ждут друг от друга подвоха. Нас завалили доносами о всяких подозрительных типах. Так, я вроде все спрашиваю. Так, не понял. Ну-ка. Бау, у меня есть несколько зацепок. Болан сделал странные денежные переводы, а Олун пересылает много данных. Болан чист, денежные переводы это для его любовницы. Насчет Олана не знаю, надо посмотреть его биографию. По нему личное дело Олана, посмотрю его последние сообщения. Вообще довольно странно слышать о том, что у Ханара есть любовница. Знаешь, могу дать тебе неприкосновенность на случай, если Бау тебя найдет. Это если я пойду с тобой? В прошлый раз ты меня так подписал, но не выполни мое задание. Я не говорил, что тебе придется пойти со мной. Все закончилось бы этим так или иначе. И чего? Да. Все, терминал больше не работает. Да уж. О боже. Меня уже совсем запутали. Так. Я доказательства на цитадели, что ли, должен искать? Господи, не пойму. Че? А почему мне опять показывают терминал? Я же к нему подходил. Все. Что-то еще есть? Ни хрена тут нету. Так, что терминал где-то здесь? Может, Ария здесь есть? Что-то вообще, что-то поменялось? Джеймс, нет. Куда она мне показывает, вообще, я не пойму. У меня не очень понятно. На, давайте к Арии подойдем. Может, она что мне расскажет. Только посмотрите, кто тут приперся. Надеюсь, это не просто дружеский визит. У меня еще много работы. Может, он что-то про затмение расскажет. Чисто опять Бейли, да? Я уже лейла на канцеле. Так, говори с ним. Позже к ним. Позже к ним. Позже к ним. Позже к ним. Окей. Где, где я еще думал. Так, окей. Хотя бы с этим понятно теперь. По-моему, АВАМ-пост где-то там. Так, генерал АРАКО. Ай. А еще ниже. Где-то тут АВАМ-пост с БЦ был. Так, лавка. Каник. Надо было ему угрожать, наверное. Окей, давайте. Я установил связь с камерой Джона Седерис, капитана. Вы можете поговорить с ней при помощи этой консоли. Благодарю. Мне бы не помешала конфиденциальность. Конечно. Когда закончите с терминала, можешь связаться с капитаном Бейли. Кто теперь за мной шпионит? А, вижу. Хорошо. Помощник Ари. Наконец-то подарит мне свободу, да? Перед тем, как освободить вас, мне хотелось бы поговорить. Ерунда. Решать-то не вам. Когда выберусь отсюда, очень многим снесу голову. О, да. Выбери немало моих людей. Не думайте, что я вам это забуду. Привет, котрекер. Я не знаю, с кем буду романсить, потому что я понятия не имею обо всем составе команды, понимаешь? Ну, в первом я о Mass Effect с Эшли романсил, во втором Mass Effect с Талли романсил. А в этом Mass Effect я без понятия, кто тут вообще будет, кто нет. Я вот думал, Джек с нами будет, но она куда-то делась. Поэтому, кроме Эшли, я пока даже не знаю, с кем еще. Не с Явиком же мутить, в конце концов. Вы убили немало моих людей. Не думайте, что я вам это забуду так, ладно. Придет забыть. Ладно, когда все мои враги умрут. Все козырю меня. Даже пока я здесь, со мной нужно и считаться. Вся власть при мне. Неужели? Да, Сейн мой заместитель, всего лишь слабовольный подхалим. Если бы он на что-то годился, то бросил бы меня гнездец, подаврав дело под себя. Но он меня не бросит. Вытаскивайте меня отсюда, Шепард, и поскорее. Скажите Бейли, чтобы выпустил меня. Бейли, я повидал Сидерис. Она испятила, да? Нельзя ее освобождать? Она опасна. Разрешите мне решить эту проблему. Звучит неплохо. Попридержу ее. До вашего отчета. Что мне надо делать? Что делать надо? Меня больше всего бесит, что я не понимаю, что делать надо. Что-то сказали, а что делать? Что? Так. Поговорить с помощником капитана Бейли в отделении СБЦ вообще не президиума. Из-за ручения. А где он? Что, с кем мне говорить-то надо? А, господи, ребята. Меня это уже парит, реально. Ну, что-то туда сходи, сюда сходи. Я не про цитадель ни хрена ничего не знаю. Хоть бы написали обновление задания. Сделайте то-то, блин. Поговорите с помощником капитана Бейли в отделении СБЦ. Это отделение СБЦ? Это вам пост СБЦ. А где отделение СБЦ? Господи, Иисусе. Задолбали они меня что-то уже. Но у меня не было с Джек отношений во втором Масс Эффекте. Никак не было. Ты чё, я как увидел, что я могу стали мутить у меня сразу всё. Отбил, я сразу побежал стали мутить. Мне так хотел ещё в первой части с ней замутить, но мне не дали сделать это грязное дело. Так, короче, я опять ношусь как идиот. Ещё раз с Бейли попробую поговорить. Так, это я всё увидел. Господи, да реально, ребят, куда идти? Кто-нибудь скажите по этому, блин. Ничего не могу понять. Синее светило. Так, тут какое-то оружие надо найти непонятно где. А здесь что, поговорить с помощником? Я поговорил уже. Заручитесь. Где-то... Где-то, чувак, затмение должен быть, что ли? Или чё, где мне его взять? Хрен знает, не понимаю. Тут я ничего не вижу. Тут я не вижу... Ни хрена. Может, хоть этого Каника можно запугать уже, нет? Нет. Надо было его запугать, блин, да и всё. Ладно, в крайнем случае, генерала замочим, чё могу сказать. Пойдёмте, узнаем, кто такой Сейн. Может, это как раз то, что нам надо. Где он? В пятом, где? Чё-то все... А, ну там... Все рядом с Гарусом стоят. Давай, погнали, Шепард. Да, Сейн, вообще, какой-то левый вроде, а нет. Ну, какой-то такой Сейн, давайте узнаем. Ну, это тот, по-моему, и есть, да? Я правильно понимаю. А, вот он. Ну, давай! Ну, готовься к шухеру. Я не за тем, Сейн. Надо поговорить об освобождении Джона и Седерис. А, так это ты всем заправляешь? А я вот чё думаю. Ко мне заявлялась Ария, заключиться поддержкой затмений. И вот... И под это дело чё не успел прочитать, господи. Понятно отказаться от меня. Сейн, вести затмение должен ты. А? Ты справишься. Пусть Седерис сидит, где сидит. Договорись с Арией сам. А, Ария это шаг вверх. Думаешь, она даст мне заправлять делами? А почему бы и нет? Ну, гу-гу, да. Такой план, такой. Седерис оставляем в кутузке, а я прямо сейчас вызываю Арию. Ну, молодец. Всё, что ли? Или чё, всё? Всё задание? Господи, чё теперь-то надо? Господи, чё делать-то? Окей, окей, я поговорю с Арией, молодец. А мне чё делать, блин? Сказать Белли, плюс это Шлюшандра сидит дальше до конца своих дней, ну окей. И, конечно, вот это меня раздражает. Могли бы обновлять задание. Вы поговорили там-то, как было раньше, там. Сходите туда-то. Для особо одарённых нельзя было такое сделать? Шепард, совет передумался обожать Седерис. Если всю эту кашу заварила Ариат Плох, безумие. И не говорить. Спасибо за помощь, Шепард. Всё? Задание обновилось? Нет? Синие мудилы исчезли? А, нет, синие как раз остались. Всё, отлично, господи. Вот ещё случайно на терминал наткнулись. Отлично. Бау, Оланд за всех сил старается, чтобы ханары поддержали общую операцию. Значит, его точно не одурманили. А кто выступает против него? Некий ханар, который вы привели сюда с Кахье. Надо проверить транзитный список. Всё сходится к войне, на которой ты всех пытаешься затащить. Может, ты хочешь, чтобы женицы победили? Лучше я проведу оставшееся время с Кейди. Кейди не понравилось бы, что ты всё время проводишься, подключившись к этой штуке. Ну, я так и не умирал бы. Так, окей. Второй терминал нашли, да? Так. Ну, мне моя логика подсказывает, что значит, что на других этажах ещё должны быть терминалы, нет? И моя логика мне неправильно подсказывает. Ну, сейчас узнаем. Так, посоль... Так, президиум были, в посольстве были. Давайте в больнице Гуэрто посмотрим, может, там какой-то терминал есть. Тоже какое-то задание, конечно, абсолютно неясное. Это кто? Всё скажет? Не-не, всё в порядке, иди нахер, да? Ну, окей. Так. Не знаю, блин. Ищите терминалы вслепую, да? Ну, конечно, побочки тут некоторые совсем говно. Совсем. Тоже ничего, да? Окей. Так, с этой синей мордой мы разговаривали. Эшли так и стоит. Это всё прототипы уже 25-й раз обсуждают, понятно. Так, это чё? Тоже ничего нет вроде. Это мы всё, ногу отрезали, он уже, блин, всю игру ноет с этой ногой, задолбал уже. Так, а мы были, да? Окей. Я буду называть тебя, что я буду развивать. Ну, давай, тогда это. Ну, сейчас этажи объедем, уже закончим, наверное, это задание. Не знаю, я просто это... Выполнять-то всё надо, чё делать? Хоть тупое это задание, оно придётся делать. Так. Да, вот этот чувак спасибо, потому что я вообще не знал, что с этим оружием. Ну, я так и понял, что где-то чё-то, когда-то мы найдём. Это хорошо. Так, ну-ка, в доке нормандия, может. Просто меня бесит, что... Найди где-нибудь чё-нибудь, пожалуйста, и разберись сам как-нибудь, где-нибудь, блин. Ну, я так и понял, что по галактике будем шляться, чё-нибудь найдём, просто как-то... Задание затягивается. Вот как эти терминалы, вот чё к чему. Найдите доказательства. Бегаю по всей цитадели. Куда должен пойти, вообще непонятно. Ищу наугад, блин. Ничего не подписано, ни хрена, блин. Тут вроде ничего нету, как я понимаю, да? Где эта фигня? Вот, Беннинг. Просто найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына. Хоть бы сказали, где я должен искать. На цитадели, блин. Это тут раздражает такие задания меня, блин. Я вот хочу с этими терминалами уже закончить и, блин, это... Ну, чистилище только остаётся, я не знаю, блин. Давайте на чистилище тогда сгоняем. Опять же, чё это за стрелка? Куда-то он мне показывает. Терминал! Куда он мне показывает? Абсолютно не по нему вообще, ребят. Стрелка вбок. Это здесь всё-таки и не здесь. Потому что сюда я не могу... Причём наверх куда-то, блин. Я, конечно, ещё раз пробегусь тут на всякий случай. Вдруг чё-то найду. Так, ребята, так и не побухают. Когда мы вернемся к Земле, я в порядке. Вернёмся на Землю. За мой счёт, побухаем, блин. Так, ладно. Короче. Я даже не знал. О, наконец-то можно использовать. Чё? Давайте посмотрим. Я не знал, что это... Можно что-то в запросах спектра делать. Как бы... Как говорится, наугад же играя, блин. В первый раз. Пытаясь ориентироваться, блин. Просто в прошлых масс-эффектах как-то писали, задания обновлялись. А здесь как-то сам догадывайся, блин. Поэтому я и проверяю все варианты наизусть. Я хочу, короче, в итоге к этому съездить сейчас. К чуваку. Давайте к этому съездим. К доктору Брайсу. Узнаем, что за доктор Брайс и что он от нас хочет. И всё в этом духе. Что это такое вообще? Давайте смотреть. Может, тут какое-нибудь задание нам дадут пострелять. А то охота уже пострелять, если честно. Надоело просто бродить. Нужно всё это сопоставить с известными точками и обновить карту. Потом связаться с полевыми группами и получить от них отчёты. Да, сэр? Капитан Шепард, мы вас ждали. Минутку. Хэдли, подберёшь ли нас данные о Левиафане? Прошу прощения, капитан. Остальные члены моей команды сейчас проводят исследования на местах. Я доктор Гаррит Брайсон, возглавляю особую группу Аврора. Какое у вас задание? Мы проверяем легенды, слухи, старая история о жнецах. Ещё из тех времён, когда в существование не верили. Да тут дополненные эти побочки, как в Драгонетч втором. Типа, нашёл что-то, принёс, тебе сказали, о, круто, всё. Это и бесит. А, Феникс, привет. Ага. Интересная работа. Но разве сейчас тут сомневается в существовании жнецов? Альянс по-прежнему отчаянно нуждается в информации. Мотивы действия жнецов, их тактика. Могут пригодиться практически любые сведения. Почему вас назначили руководителем? Когда все галактики утверждают, что что-то не существует, я вижу, вы там вызов, и пытаюсь доказать обратную. Значит, вас привлекают сложности. Я хочу отыскать правду. До 2148 года люди считали, что за пределами Земли жизни нет. Это уже на моём веку. Как только миф превратился в реальность, всё вокруг нас переменилось. Жнецы также были частью этой реальности. Но ведь у них есть история, капитан. Изучив её, мы обязательно найдём какие-то слабые места, по которым сможем ударить. Ну, возможно, хотя я не знаю. Сейчас не поздновато ли искать слабые места, когда уже всем люлей прописывают по полной, блядь. Года три назад ваша помощь бы мне очень пригодилась. Да, если бы люди внимательнее отнеслись к вашему портанскому маяку, войны могло бы сейчас и не быть. Но теперь, когда найдена новая информация, всё скоро переменится. Хэдли, готовы данные? Нет! О, господи, чё за херня? Чё? Как-то я его так по-бабски ударил пистолет. Говорит, капитан Шеппер, срочно, СБЦ сюда! Вам не нужно здесь быть, тьма неприступна. Чё, нах? По записи он проходит как Дерек Хэдли, он работал здесь пару месяцев. Шеппер, СБЦ сообщает о происшествии в этом месте, вы не пострадали? Со мной всё в порядке, но мне пригодилась твоя помощь, чтобы во всём разобраться с Узи. Посмотри их документы, мне нужно знать, чем занималась эта группа. Будет сделано. Что? Я? Что происходит? Это ты мне расскажи. Я собирал данные, когда вы появились, а потом... Было темно, холодно, словно я попал в другое место. А потом? Я не знаю, у меня было оружие, потом доктор Брайсон, был громкий шум. Да он дебил какой-то. Это ты мне, блин, я не туда нажал. Опять забывай, что эта мышка постоянно задействовать должна. А его убили? Нет, это не я, поверьте мне. Наверное, кто-то, мне кажется, что это реально не он, хоть и хер знает. Ну и знаешь, что другой спустил курок, да? Но я никогда такого не сделал бы. Капитан, это очень похоже на случайное одурманивание. Меня одурманили? Что насчет Левиафана, о котором говорил Брайсон? Он здесь при чем? Это какое-то существо, за ним следили наши полевые группы. Этот артефакт нашел Гарно, наш исследователь. Если хотите, он передал аудиозапись. Господи, что за херня? В чем дело? Это опять же не ци, что ли? Остановитесь. О чем это ты? Тьма неприступна. Черт, отвезите его в клинику. Может, они скажут, что с ним не так? Да, сэр. Капитан, вам нужно взглянуть. Это сообщение доктора Брайсона, адмиралу Хакетту. Доктор Брайсон, есть какие-нибудь новости? Адмирал, мы подняли всю информацию о Левиафане, Дисса и кое-что нашли. Вкратце, если можно. Около 20 лет назад батареанцы нашли погибшего боюжнеца, его существование не скрывали. У меня возник другой вопрос. Что вообще могло убить женицу? Верно. Вот это и есть настоящий Левиафан. Да, стоит разобраться. Продолжайте исследование. Обо всех находках докладывайте мне. Кто нервный, я? Спустя несколько недель был еще один разговор. Адмирал, жнецы теснят мои полевые группы, словно сами ищут Левиафан. Я прихожу к выводу, что Левиафан, истребитель жнецов, высший хищник. Он заставляет их нервничать. Если мы сумеем его найти, только представьте, как это повлияет на ход войны. Я официально прошу помощи в поисках. Вы ее получите. Вашему проекту дается высший приоритет, доктор. Найдите этого Левиафана. Похоже, мы и должны были стать этой помощью. Это, типа, надеюсь, не ДЛС какое-то, хотя похер. Ну, тот, кто может убить жнеца, может и нам достоять немало неприятностей. Тем не менее, в сложившееся положение фраза «враг моего врага, мой друг» вполне уместна. Пока не найдем его, не узнаем. Помощник Брайсон сказал, что они недавно получили запись от исследователя. Там, может быть, какая-то информация. Наверное, это и есть тот артефакт, которым говорил помощник, а вот и запись. Доктор Брайсон, это Горно. Отправляю вам найденный артефакт. По сути, это единственное, что мне здесь попалось. Лично я готов поклясться, что Левиафан был здесь. Я проведу какие расчеты, потрачу остаток командировочных. Может, умею предсказать курс нашего истребителя жнецов. Выйду на связь, когда доберусь до следующей точки. Горно – основная нить, ведущая нас к Левиафану. Теперь он не сказал, куда отправился. Тогда нужно сосредоточиться на его словах. Он собирался экстраполировать курс Левиафана. И заниматься расчетами. Он двигался не слепу, у него были какие-то данные. И данных было немало, если судить по лаборатории. Как же сузить район поисков? Вижу, в охоте за Левиафаном группа Брайсона использовала программу для поиска по галактической карте. Она поможет нам найти Горно? Это покажешь нам, куда отправился Горно? Нет, но мы можем сузить район поисков, если поймем, какую информацию он использовал для поиска Левиафана. Господи, почему меня подписали опять? Понятно. Окей. О, Господи Иисусе. Какой общительный. Че там вообще? Лучший источник информации Левиафана и Алекс Горно. Обследуйте лабораторию доктора Брайсона и вы стараетесь узнать, где находится Горно. Горно, Горно, ребята, Горно. Ну, давайте искать. Карта есть какая-то, нет? Окей. Так, это че такое? Обиданная консоль. Это все убийства, в которых убийцы не обладали мотивами и заявляли о потере памяти. Понятно. Как помощник Брайсона, думаешь, Горно отслеживал преступления, совершенные в бессознательном состоянии? Вероятно. Нужно поискать совпадения в датах и местах подобных преступлений. Так. Тут преступления, распределенные по времени совершения. Может, отобрать убийство, после которых преступник заявлял о потере памяти? Добавляю фильтр. Результаты появились на галактической карте. Так, теперь карту надо обновить. Преступления, совершенные в бессознательном состоянии. Результатов нет. Вероятно, какие-то из параметров поиска нерелевантные. Нерелевантные, блин. Чувак. Ты, получается, сказал полезное, что ли? Так, это на улицу. Так, ну-ка, ладно. Так. Сэр, это Брайсон. Мы знаем, что жнецы разыскивают левиафана. Изучение поисковой тактики жнецов помогло бы нам их опередить. Эти данные строго секретны, доктор Брайсон. Если они попадут не в те руки... Не попадут, данные зашифрованы. Я буду хранить ключ в надежном месте. Поближе к сердцу. О, господи, чё я нам... Поближе к сердцу. Что бы это могло знать, чёрт побери? Может, он тебя... Он, может, проглотил, нет? Брайсон сказал, что информация о действиях флота жнецов зашифрована. И что ключ для расшифровки он держит рядом с сердцем. Это чё-то такое. Властелин, авангард разрушительной силы. Ну и как теперь себя чувствуешь, великан? Так. Поближе к сердцу, поближе к сердцу. Ну ладно. Похоже на данные о Рахне. 7 марта 2086 года. Занимаюсь Рахней. Судя по тому, как они передвигались во время древних войн, ими кто-то управлял. Но время-то не то. Но время не то. Да и имплантатов жнецов у них не было. Что если Левиафан готовил Рахни к сражению со жнецами? Как думаешь, Судя? Возможно, группа Брайсона по перемещению древнего флота Рахни пытается понять, где находится Левиафан. Мы видели блок данных о перемещении Рахни. Вероятно, нужно обратиться к нему. Данные о Рахни. Вы можете соотнести данные с наблюдения? Добавлю фильтр к галактической карте. Энн Брайсон, 9 лет. Чё? Энн Брайсон, 9 лет. Чё? Чё, Сузи? Энн сейчас 28 лет, она работает на Алиэнс. Такая Энн. Брайсон сказал, что ключ для расшифровки держит близко к сердцу. Может быть, это семья? Интересная гипотеза, но я не вижу никаких следов ключа для расшифровки в этом объекте искусства. И спёрли какой-то опять автоматизатор, блин. Может, обломок метеорита? Он придавал этому исследованию большее значение. Нам нужно внимательнее осмотреть образец. Фрагмент метеорита. Содержание нулевого элемента. Нужен ли нулевой элемент Левиафану? Пускай нулевые элементы не расходятся, как топливо для движения на сверхстотовой скорости, но через несколько веков активное использование его запаса истощаться. Если Левиафан достаточно старт, то ему нужно пополнять запасы. Хорошо. Могу отфильтровать место с запасами нулевого элемента? Добавляю фильтр. У меня класс солдат, естественно. Я в первый раз, мне кажется, в первый раз все за класс солдат играют. Меня привлекло то, что там любым оружием можно пользоваться, поэтому, естественно, я взял класс солдат. Брайсон отслеживал встречи с неопознанными существами. На фотографии есть химические метки, их будет видно при другом освещении. Так, понятно, окей, туча. Ничего. А? Брайсон не просто отслеживал места, где заметил чужаков, он пытался экстраполировать курс. И Гарно вполне мог следовать по этому курсу. Сузи, можешь отобрать систему, находясь рядом с этим курсом? Добавляю. Добавляю. Что такое? Мне уровень дали, что ли? Так, что это? 17 августа 2085. Торианин. Торианин. Форма жизни, обнаруженная на Феросе, позволяет взглянуть на эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не пользуется ретрансляторами массы, даже протонские артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что женицы направляли эволюцию живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Торианин исключение из этого правила. Он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если ли Афан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ним схож. Торианин контролирует разум своих жертв, заставляя их заниматься физическим трудом, как человек пользовался бы собственными руками. Капитан Шепард утверждает, что женицы поступают также при помощи так называемого одурмания. И схожим образом должен действовать ли Афан. Я помню, это вот Торианин на Феросе, по-моему. По-моему, на Феросе. Так, и что? Что-то еще обновилось, нет? А тут мы все посмотрели? Все? Так, 9 лет, понятно. Так. Так. Все? Все? Ничего. Да все, я понял, Сузи. А еще что-то есть? Помыться, что ли? Так, и что? Ничего? Тут вроде нихарена. Ну, это же не лаборатория, это улица, я как понимаю, да? На этой хрени мы прилетели, наверное, сюда. Да, наверное, что? Да, скоростной транспорт, окей. Ну, я вроде туда всю лабораторию вроде облазил. Ну, давайте подойдем к этой хрени. О, господи. Месторождение нулевого элемента. Результатов нет, вероятно, какие-то из параметров поиска не релевантны. Да понятно, давай дальше. Толкновение с рахней. Так, понятно. И чего я сделал? Преступления, совершенные там-то. Так, что мне делать? Боже. Так, я включил все, да. И что теперь? Я что-то еще просрал или что? Блин, не пойму. Голова? Да, я тоже так думаю. Тоже так думаю, тоже так думаю. Что теперь делать-то? Где это задание-то? А, вот. Еще два надо найти. Где я что профукал? Где я что просрал? Вроде уже всю лабораторию обошел. Странно, блядь. Или я что-то пропустил? А, вон, лестница еще есть, господи. Лесенка же еще есть. Я думаю, что такое? Вроде все обошел. Еще, наверное, тут что-то должно быть. Окей. Еще один детский рисунок. Энн Брайсон. Постой. Посмотри-ка на это. Из этих чисел я могу составить ключ для расшифровки. Хорошо. Хорошо, давай вернемся к найденному блоку данных. Угу, вот еще. Доктор Брайсон, по вашему запросу передаю группе Аврора запись с перехваченным батарианским переговоров, посвященных Левиафану Диса. Капитан, дредновод укрыт, но саларианцы смогли его заснять. Смогли его заснять. Наш посол будет все отрицать. Я хочу услышать ваш предварительный анализ. Ему как минимум несколько миллионов лет. Технологически он превосходит все доступные совету. Отлично, ученые будут работать днем и ночью, чтобы раскрыть его тайны во благо гегемонии. Есть одна сложность, капитан. Настоящий Левиафан Диса, тот, который уничтожил этот корабль, так и не найден. Неважно, корабль вот что должно нас занимать. Для остальных обитателей галактики Левиафана Диса не существует. И никогда не существовало. Ну все, я так понимаю. Сейчас мы найдем это место и попилим куда-то искать какую-то хрень. Ну и в смысле Левиафан, че бы он не был. Окей. Хорошо, может там нам дадут пострелять уже в конце концов. Так и че? Я не понял. Тут больше ничего не появится, что ли? Толкновение с Ракнией, че? Так теперь надо все включить? Видимо, надо все включить теперь. Так, эти я включил. Это че? Активировать? Да, блин, хватит накусать. Так. И это активировать. Замеченные инопланетяне. И че теперь? Голова? Голова вообще ничего не хочет говорить. Я не пойму, я же все нашел, че можно. Че, я еще че-то не включил? Я не пойму. Обыскать лабораторию. Че еще-то? Господи. Еще че-то профукал. Ладно, на фотографии, может, надо подойти, кто не фото. Или че там? Скелет на... Чего? Это имеет отношение к протеанам? Да, думаю, доктору Брайсу или Аре было о чем поговорить. Может, можно вырезать места, в которых были обнаружены протеанские развалины, или этот артефакт? Выполняю. Теперь все, надеюсь, уже в конце концов. Протеанский артефакт. Так. Где-то я еще что-то не нашел. Голова меня смущает. Мне кажется, она должна была мне что-то подсказать. Господи. Справа же я правильно все посмотрел? Нет, больше ничего нету справа. Справа от карты никаких скелетов. Ладно, ладно. Ну, а вот. Лохнесское чудовище. Плезиозавр. Лохнесское чудовище. Было бы интереснее. Интереснее, но нереально. Тоже что-то не то. Да господи Иисусе. Что за херня-то, блин? То одно, то другое, блин. Что-то мне сегодня не прет. Это не этот скелет, что ли? Или тут еще какой-то скелет есть? Я уже все, блин, по-моему, осмотрел. Я не знаю, блин. Тут на потолке, там на потолке. Уже везде на потолке, блин. Включил я все, да? Да, что-то включил. Ну вот, шестая осталась, понятно. Где-то что-то просрал. А где, не пойму. Внизу, вверху, господи. Сорян, ребят, что-то такое, идиот, что поделать. А вот это что такое? Расшифровка завершена, анализируй данные. Эти перемещения не вписываются в стандартный план второженецов. Женецы что-то ищут. Наконец-то. Спорю горно использовала эти сведения. Может, выстроено, но, наконец-то, блин, из тут был, блин. Что за фигня? Я же тут был. Ну, окей. Слава. Активно жнецов? Да все нормально. Я думаю, сейчас все уже, нет? Результатов нет. Да, еперный театр. Включить, включить. Так, отключить, отключить. Псс. Ну и че это значит? Че? Сузи, может, надо поговорить, нет? Че теперь-то? Опять обыскать лабораторию? Ну и че, блин, не скажем. А, господи. Ну че сегодня за задание, а? Какая-то жесть. Стрелку куда-то мне показывает. Судьи в область поисков. И че, почему мне туда показывают, блин, не пойму. Еще мошки меня затрахали. Кусать уже, блин. И так проблем навалом. Хоть мне кусать. Окей. Убирать каждый фильтр по отдельности. Да, подожди. Так, это че? Так, погоди, я все отключил, нет? Судя по результатам поиска, горно находится в одной из этих пяти систем. Я отметил на местах, где он может находиться на карте Нормандии. Мы можем отправляться, если вы не хотите дополнительно сузить все районы поисков. Да я уже и так сузил, некуда. Сузи, я уже сузил, че мог, блин. Все, можно валить. Все? Че такое? На, ну все, поехали на Нормандию. Все, хватит. Не будем мы ничего сужать. Посмотрим, че она-то скажет. На Нормандии, наконец-то. Пусть нам уже расскажут. Так. Че теперь? Говорят, так. Че это? Это есть? Нет. Так, теперь мне непонятно. Я думал, у меня тут задание, я куда-нибудь полечу, блин. Где мне-то, этого арноя искать? Может, отметили? Так, мне еще где-то заправиться надо. Я так и не понял, где, блин. Так. Ничего. Скопление исхода. Вот. Окей. Хорошо. Да не говори слава яйца вообще. Че-то сегодня... Сегодня масс-эффект меня только на разговоры, блин, тянет. Так и че? 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 Сканировать надо или че? Я хоть сохранился, блин? А то сейчас насканирую какую-нибудь херню, блин. Тут еще что-то есть? А, вот, нет. Нам все... Подожди, тут не было заправочного пункта, блин. Меня вот волнует, что у меня типа топлива нет. Я так и не понял, где меня заправляться надо, блин. Случайно нажал. Клажницы, в жопу идите. А, нет, меня заправили. Интересно, зачем тут заправили? Я вот кончился и летал без заправочного этого. Тут что-то ничего не меняется, походу. Так, здесь. Вот что ли? Вот это херня. Или че? Или нет? Разведка Лен сообщает, что рядом с Хибой находятся крупные военные станции, на которые перезаправлялись, пополняли боезапасы корабли, бороавшиеся с пиратами, захватчиками, бунтами. В голодных жнец и наступают на Камаму, уничтожили станцию. Не, ну я же правильно вроде здесь же. Я вроде правильно приехал. Сейчас я еще раз посмотрю, вроде бы интереса. Ну вот, искать доктора Гарно. Окей. Я так понимаю, надо теперь это. Типа искать его, да? Найти артефакты. Это понятно. Ну-ка. Сигнал подтвержден. Камала относительно небольшая отсутствие планеты, богатая нулевым элементом. Недавно ее колонизировали батарианцы. Весьма нежданным с их стороны жестом было приглашение представителей других народов. Были поставлены условия, что колонисты должны быть с независимых территорий, вроде оттического траверса и систем терминус, и не претендовать на гражданство. Эти ограничения оказались малозначимыми рядом с перспективой разработки нулевого элемента, и скоро планета покрылась космопортами и заводами. Значительно обогатив гегемонию, несмотря на засушливый климат и ограниченные запасы пресной воды, обитатели Камалы наслаждались процветанием и сравнительным спокойствием. Сторжение жнецов превратило города в многолюдные айзи в настоящий кошмар. Разведка Альянс предполагает, что на ранних стадиях боев значительная часть населения была превращена в хасков для использования в будущем. Переработка продолжается до сих пор, пока транспорта с чудовищем отходит постоянно, поэтому командование считает Камалу одной из первоочередных целей для бомбардировки. Так, и что это такое? А это просто что ли? Блин, ну господи, я-то думал. Что это такое? Поиски неудачны, действующий в источник питания или следы недавнего пребывания не обнаружены, вероятно, доктор Горно здесь нет, продолжайте поиск. Не, ну круто, конечно. Так. Сейчас дебилы эти прилетят. Блин. Блин, нет, женицы, идите в жопу, пожалуйста, а. Место крушения, останки топливного склада, господи, зачем мне остатки топливного склада? А, ну походу ничего я не найду, потому что сейчас эти идиоты прилетят, блин. Здесь может. Идите в сраку, гиппопотама, ублюдки. Ну, короче, я так понимаю, теперь мне туда возвращаться, блин, нельзя. Черт. Черт возьми. Классно, чё. А чё теперь делать? Расскажите мне, как продолжить? Теперь надо какую-то обязательную миссию выполнить и это. Какую-нибудь миссию надо выполнить или чё? Обязательно. А, так, найти артефакт Коршуна. Так. Стреться с дипломатами, это, по-моему, 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 основной, да? Что-то еще есть Так а как я теперь к горно вернусь И там жнецы Я просто не знаю Я тогда попробовал вернуться Они там до сих пор шляются Ладно попробовать хоть артефакт найти Вот мне интересно с топливом В смысле И что вот теперь А теперь он автоматически едет заправляться Так я заправился Да ладно что загружаться Блин я хочу артефакт найти Господи вот еще проблема с топливом На какой где склад вообще находится Отправляйтесь на склад Примарх Виктус объявил военный сбор И даже пригласил на него Кроганов Встретитесь с Соларианским кораблем Используйте Нормандию в качестве нейтральной территории Для проведения совещания Окей Я так понимаю Это здесь да Я правильно понимаю Наверное да Окей Давайте встретимся с дипломатами Попробуем по крайней мере Может там будет Топливный склад Да вот оно давайте Как я понимаю А ну наконец-то Господи мы нашли топливный склад Это не может не радовать Окей Дипломатические корабли Соларианского, Турианского и Кроганского флотов Парят на расстоянии друг от друга Вне дальности поражения орудий После обмена сообщениями Стороны решили Что нейтральным местом Для встречи от дипломатов Может послужить Нормандия То что это не произошло раньше Показывает Что дальнейшие переговоры Будут нелегкие Окей Капитан Соларианского отдела Тресса И вождь клана Кроганов Готовы зайти на борт Приведите их в зал для совещаний Надеюсь это не послужит Начало новой войны Кроган не в том положении Чтобы что-то требовать У Крогана есть имя Урнат Рекс Я не паршивый варен Которого можно спустить с поводка Когда появляется опасность Рекс Я его обожаю У меня достаточно собственных проблем Разведчики жнецов Прибыли на тучанку Так почему мне переживать Из-за того Что могут погибнуть турианцы Попытка затянуть переговоры Ничего тебе не даст Рекс У меня нет на это времени Просто скажи чего ты хочешь Я скажу что мне нужно Лекарство от генофага Абсолютно исключено Лечение генофага даже не обсуждается Ну я вообще за то что их уже вылечить Может они поумнели мне кажется Хотя все бывает Почему у вас так претит эта идея Дала Треса Потому что мой народ воспитал Кроганов Мы их хорошо знаем Вы использовали нас чтобы сражаться на войне В которой не могли победить Не саларианцы Не турианцы И даже не азари остановили Рахни Эта кровь Кроганов решила Исход войны И после этого вы перестали быть полезны Генофаг лишь должен был Обуздать ваши Страсти Дала Треса Рекс Вам может не нравится Но он прав Оскорблениями этого не изменить Я не буду извиняться За то что говорю правду Мы воспитали Кроганов Ради единственной задачи Вести войну Это все что они умеют Потому что ничего другого Мы их не учили Не ну она охренела реально Или это он Я так и не понял Ну видимо она Значит вы хорошо знали Кроганов Был ли тогда неожиданностью их восстание Об этом я и говорю капитан Мы приняли неосмотрительное решение И использовали Кроганов Только от отчаяния Сегодня вы повторяете эту ошибку Излечение генофага Ни к чему хорошему не приведет Кроганы заплатили за свои ошибки Генофаг существует уже достаточно долго 1476 лет Если вы забыли Тысяча лет мира Свобода от этих животных Хватит Заслуживает ли они лекарство Чисто академический вопрос На его создание уйдут годы У меня есть другая информация Соларианский ученый Мелон Почувствовал угрызение совести Он прибыл на мою планету Чтобы испытать лекарства на женщинах Да я помню Его опыты были просто варварскими Но ты не знаешь Что несколько женщин выжило После этих экспериментов Поэтому Далатреса послала отряд Чтобы он уничтожил следы И захватил выживших Откуда эти сведения? Возможно это Вымысел Не смей меня оскорблять Это женщины моего народа Они ему на генофагу И вам придется освободить их Далатреса Это правда? Что выиграет мой народ Это извлечение генофага Сколько вы продержите Против женицов Если не поможете То придется сражаться в одиночку А я буду последним Дульским Турианцем Что вы встретите И каково же решение? Женщин держит на планете Суркеш На одной из баз гор Но я должна предупредить вас Капитан Последствия будут ощущения Не случится ничего сравнимого С тем что нас ждет После женицов Освободим женщину Нет вы не попадете на Суркеш Придется подождать чтобы Это произойдет сейчас Шепард может наблюдать За передачей пленников Как спектр совета Мы отправляемся Я только сейчас заметил Что в какой-то адмиральской форме Я этого не забуду капитан Шантажисту никто не поможет Когда ему потребуется помощь Да пошла в жопу Сама охренела Скотина блин Но явик мне не очень понравился Ляра конечно топ Сузи блин Я вообще не понял Это отвлечение Блин Какое-то говно Если честно Ой Я бы Гаруса конечно с собой взял Наверное 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 Так Наверное Наверное Ладно Ладно Давайте Ляру возьмем Пофиг Чего она у нас еще не ходила Вот эта черненькая Так Что вернется на Нормандию Но я так и не понял Когда она вернется Ей как по щам прописали Она вот только что вылечилась И получила спектр И сказала вернется А что как Чтобы она вернулась Я если честно не знаю Потому что Не пробовал Так Ляра Вес оружия И наверное Так Так Точность Большая стабильность ствола Окей Пусть будет так Тут че Не важно Так Тут Ну Пусть все равно Выбора нету Больше Так Окей Пока что так Получается Да Ой Гарус же еще Так Гарусу Ладно Тоже мотыгу Дамрус Раз уж я Усовершенствовал И Гадюку А почему У него Модификации нет Таааааак Так Урон Пусть увеличит Я тебе говорю Я навестил Ее в госхопитале Она сказала Что ей дали Спектра Вот последний раз Я ее в этой серии Навещал Первый раз Я ее навещал Она сказала Хочешь ли продолжить Отношения Во второй раз Я ее навещал Она уже целая Стояла И сказала Что Типа Она получила Спектр И естественно Будет на Нормандии Но я что-то Так и не понял Когда она будет Так Ладно Пусть так будет Окей Все что ли Ну Так А тут тоже Мы что-то ставили Таааак Тоже так же Сделаем Ну ладно Так что я не знаю Ну видимо надо еще раз было прийти Ну она сказала что на Нормандии будет Видимо надо еще раз к ней подойти Таааак Тут я вообще не знаю Ну ладно я попробую дезинтегрирующие патроны покачать Так Я не знаю насколько хорошо если честно Поэтому возьму чисто для себя Пока что Так Гарус 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 Мину я тоже зря взял такое ощущение Че там Ну ка ладно попробую Попробую Так Чистый биотик деформация стазис Сингулярность Ну ка че делать Оширяется на 35 Пять Ну в этой части я ни с кем Романа еще не крутил Потому что Не зная полный состав участников нашей команды Я надеюсь что это не пять человек которые сейчас А в прошлой части В первой сэшли мутил во второй стали Так Все таки наверное зону повыше Ну окей Ладно пусть будет так Пусть будет пока что так ребята Мы летим на родной плане соларианцев Они не привыкли видеть там кроганов так что давайте без эксцессов Приземляемся берем женщин и уходим Пока они не передумали Все равно я не верю ни одному и слову Доверься дипломатии Рекс ты получишь что хочешь Эти женщины главное возможно последняя надежда моего народа Мы вернем их Рекс не беспокойся Спасибо Ляра кроме тебя никаких попутчиков мне тут и не надо Ну может и тебе найдется место Гарус Блин я даже не подумал что они все знакомы Да ты небось уже квашня квашнёй на своем троне Помнишь хоть как наконец оружие это держать Капитан на радаре соларианская база Опускай челнок Сука как прикольно старую команду А ну Кайдена то нет А получается мы всю команду собрали да А талии еще нету талии где талии Капитан соларианцы говорят что нам не разрешают садиться Скажите им что у нас разрешение отдал Атрес Я знал что они не сдержат слова Пусть попробуют остановить высадку Грогана Рекс Ай Рекс как обычно блин У нас не разрешенная посадка А кто разрешил вам держать моих сородичей в заложниках а Снайпера 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 Стойте! Отставить! Не стрелять! Капитан Шепард успокойте своего товарища Мы узнали о договоренности буквально только что Я хотел бы избежать дипломатического инцидента Как и мы Но у вас есть кое-что ценное для Рекса За что и умереть не жалко Это решаемо но я наставил чтобы он оставался под стражей Я разберусь Рекс Если что-то пойдет не так сделки не будет Но я его не стал убивать в первой части Меня зовут Падок Викс Благодарю за понимание капитан Сейчас у всех мысли о войне Мой народ на грани Ну это эти что ли как их Блин яги да по моему Осторожно тут заграждающее поле А я надеюсь их больше не увидеть Как видите здесь содержится весьма Важная информация И что за работы тут проводятся Эволюционные испытания Морфологические симуляции Экзогенные оценки В Слорианстве всегда так все просто, да? Ну наука всегда была для нас лучшей защитой Гдешние изыскания тысячелетий хранят суркеш от опасностей И пропавших роганов вы изучаете по этому же, да? Когда мы нашли этих женских особей на тучанке У них было что-то там и перевезли их сюда Чтобы стабилизировать их состояние Не нравится мне эта планета Я бы хотел их увидеть Разумеется, я сделаю вам допусы на нижнем уровне Давайте мне пару минут, мы устроимся потом и лифты Так это что блин, это опять что-ли новая локация? Ээээ… А это карты не будет? Значит, а ваш родной саларианский мир, понятно, почему вы такие слабаки. Слишком заняты, сочинительством слишком стежков про водопады. Шепард, мне это не нравится. Там должен быть я. Может, ты останешься здесь, и мы не будем раздувать еще одну войну, Рекс? Да, это я их просто пугал по-крогански. Если б я не шутил, они были бы уж мертвые. Ладно, буду спрашивать. А кто рассказал тебе об этих женщинах? Извини, Шепард, но они нас подслушивают. Я люблю сырую саларианскую печень. Да, и серый посредник наверняка об этом знает. Жаль, что я не знаю его. Или ее. Я уверен, что посредник был очень занят. Понятно. На Нормании ты говорил, что на Тучанке обнаружены жнецы. Кланы Джоргал и Раванор заметили несколько десантов. Жнецы что-то замышляют. Тучанка радиоактивная мусорная куча, но это наша куча. Из-за нее мы будем драться до последнего Крогана. Вот это мне в тебе и нравится, Рекс. Моя роковая красота. Это тоже. Просто ты никогда не сдаешься. Я думаю, твое упорство себя оправдывает. Точно. Кто бы мог подумать на Вермайере, что мы будем заниматься этим сообщением. Что ты знаешь об этих женщинах? Они были не фертильные. Так что мы использовали их как приманку, чтобы отличить внимание врагов от фертильных. Но эксперименты Мэйлен все изменили. Проклятые пыжики украли их прямо у нас из-под носа. Довольно жестокое обращение с женщинами, Рекс. Сами женщины это предложили. Нам пришлось сделать непростой выбор, чтобы не вымереть. Какая ужасная жизнь. Зато когда генофага не станет, с этим будет покончено. Крогана готовы сражаться? Готовы сражаться с женцами? С тех времен, как появился Властелин, я знал, что этот день настанет. Слишком долго мои соплеменники сражались за других. Теперь мы снова можем делать то, в чем преуспели Кроганы. Спасать всех от гигантских чудовищ. Ты все не даешь нам забыть о рахнийских войнах, да? Когда я в последний раз был на цитадели, Турианской статую в твою честь не видел. Подожди, вот война закончится. Приятно было снова поболтать с тобой, Рекс. Будет еще приятнее, когда мы перекусим парочкой соларианцев. Да ладно, ладно, а что ты тут нагнетаешь херню? Так, я не помню, сохранялся. Нет, так, окей, и что? Встретиться-то встретимся. Сейчас глянем, что тут есть, что-нибудь нет. Уж в закоулках, что лежит полезно, что такое? Пожалуйста, не трогайте. Окей. Не будем трогать. Окей. Один дошифровщик из разведки сказал, что Турианцы долго не продержатся. Жнецы загнали их в угол. Турианцы самый большой флот в галактике. А у нас от всей этой заварухи отделяется всего несколько масс ретрансляторов. Понятно. Это кто? Майор Керахи? О, нихрена себе, это что, чувак с Вермайра? Командор Шепард, это майор Керахи, я слышал, что вы прибудете. Рад вас видеть. Получается, вас повысили? Да, в основном благодаря заданию на Вермайре. Держать в строе. Вы тогда спасли моих бойцов. Приятно встретиться с знакомым, майор. Гаррис Вакариан, рад вас видеть. Взаимно, доктор Цони. Майор? Похоже, нецы взялись за привычку сводить нас снова вместе. Господи, ну ладно, чё. Как попали на эту базу, майор? Я был командиром того отряда на Тучанке, что нашёл женщин. Грязное дело, может, Мелан и желал добра, но работа была грубой. Опытные образцы не найдены, они легко сбежали из лаборатории. После этого мне наверняка придётся охранять советника. Война всех сделала параноиками. Что вы думаете о том, что женских особей кроконов привезли сюда? Наши учёные говорят, что сохранить женщину очень важно. Эволюционная парадигма. А я думаю, что когда кто-то знает, что у тебя хранятся ценности, он пытается их украсть. Как бы то ни было, у меня приказы. Скоро это станет вашей заботой. Похоже, на нас ещё действует Вермаер. Да, забавно. Уничтожили лекарство от генофага, а теперь это стало ключом к заключению Альянса. Ваше противостояние с уродутным Рексом. Легенда в гор. Я уверен, что вы видели выходку Рекса. На него видели все наши колонии в трёх ближайших системах. Да, и он очень недоволен мирами безопасности. Прошу прощения, но это лучше, чем крокон с ружьём, разгуливающий по базе. Подумайте, сколько было бы жертв, наш медицинский отсек не справился бы. Ну да. Ой. Охрана усилена. Думаете, будут неприятности? Принцип гор всегда ожидать неприятностей. Если их не будет, мы их сами кому-нибудь устроим. Наши враги думают так же. Блин, сейчас Цербер не высадится здесь за женщинами-круганами, блин. Потому что у меня так ощущение в этой части, что мы с Цербером воюем, а не с Жнецами, блин. Солианцы готовы к войне с Жнецами? Я сказал, что они делают с вашей землёй. Не думаю, что какая-то либо раса вообще может к этому подготовиться. Но хватит слухи, что у вас строить какое-то супероружие. Но ещё ходили слухи, что я мёртв. Нельзя верить ему, что слышишь. Да. Но вы же на самом деле были мёртвой. Неужели? Так, окей. Влад, рад вас снова видеть, майор. Взаимно. И, капитан. Не важно, что решат политики. Можете рассчитывать на мою поддержку, если решите вернуться на землю. Вы на это пойдёте? Считай, что я оказывал вам ответную слуху. Для меня будет честью сражаться с вами, причём в плечо. Керахи супер, чувак. Хорошего дня. Не, Керахи это класс. Керахи молодец. Так, ща, ребят, ща, ребят. Ну, короче, вот, ПВО, блин, сообщает, что маневрирует опять какой-то корабль. Походу, сейчас, блин, сюда, короче, Цербер высадится. Блин. Скорее всего. Здесь проход запрещен. Пожалуйста, отходите. Так, ладно, ну давайте смотреть. Ну, я уверен, что Цербер... Нижнецы ж приехали. Вы можете встретиться с самками, капитан. Надеюсь, мы сможем выйти из ситуации, сбежав повторения Круганского восстания. Что вы думаете о выдаче женщин Круганов? Я расхожусь, у меня есть большинство коллег. Вылечив генофак, мы закроем этот вопрос. В будущем Круганы могут сыграть важную роль, о которой мы пока не догадываемся. И решать, кто выживет, а кто умрёт, должна эволюция, а не галактическая политика. Окей. Спасибо за беседу. Не за что. Когда будете готовы, проходите-ка в лифт. Ну, я вроде так понял, что я всё тут осмотрел. Вроде когда. Я даже в 125-й раз сохранюсь. А мне не жалко. Ну, погнали. В лифт? Так, в лифт. Теперь спуститесь вниз на лифте. Тревога, объявляется уровень угрозы 2. Спецотрядом, приготовиться. Рекс, готовься, биться. Что происходит? Сенсоры зацепили движение по периметру. Скорее, капитан, вас встретят внизу. Надеюсь, Рекс не погибнет, бри. Персонал базы должен оставаться на местах до дальнейших распоряжений. За все неподобные ведётся наблюдение, сэр. Шепард, как вы вовремя? Я очень рад встрече. О, Мордин, господи. Мордин! По-прежнему наблюдательный, удивление объяснимо. Я не думаю, что вернусь к работе. Не думал. Вы снова в гор? Спецконсультант? Больше некому. Другой бы мог всё напутать. Блин, у меня такое ощущение, что мы встретим всех здесь. Помогал женщинам Кроганам, выдавал информацию к клану Урден. Поддерживал борьбу за освобождение женщин. Понятно. Так это вы информатор Рекса. Да, объясню позже. Предупреждение системы безопасности настораживает. Надо улетать ради Кроганов. Мордин всё-таки... У Кроганов была ослаблена иммунная система. Побочный эффект лекарства Мелана. Эти не выжили. А что же с изысканием Мелана? Я думал, мы их сохранили. Да, данные сохранены, но не полностью. Не хватает важных подробностей, чтобы воссоздать лекарства. Но за это пойдёт... Зато пойдёт для синтеза из живой ткани. Я не мог их спасти. Мордин, я уверен, что вы сделали всё, что могли. Прибыл слишком поздно. Теперь медлить нельзя. Выжила одна. Иммун на генофагу. Из её ткани можно синтезировать лекарства. Она ещё здесь? Да. Последняя надежда Кроганова. Если она умрёт, победить генофаг будет проблематично. Прошу вас, будьте осторожны. Кроганой недоверчивый. Блин. Я капитан Шепард из флота Алиянса. Первая женщина... Пришли убить меня? Богиня, как же ей досталось? Мы с Урднадом Рексом. Хотим отвезти тебя домой. Почему? Зачем я вам нужна? Саларианцы плохо с тобой обращались? Те, кого видели, мои сёстры. Они умерли от страшных муках. Мы сделали всё, что могли. Я знаю, что теперь осталась одна, а значит, для многих я опасна. А как насчёт вас, капитан Шепард? Зачем вы здесь? Ты будущая раса Кроганов. За него я и сражаюсь. Тогда я надеюсь, что у вас тут целая армия. Тревога, неопознанные корабли прорвали периметр. Сообщите ситуацию, внешняя сеть потеряна, нас отрезали. Переставьте все данные за пределы объекта. Что происходит? Сюда идёт несколько кораблей. Шепард, это Рекс. База атакует отряды Цербера. Понятно всё. Скорее, выводи оттуда женщин. Рекс там выжила только одна. Может быть, внизу безопаснее? Что? Что, саларианцы её убили? Не пойдёт. Хочешь союз? Выводи её оттуда. Выпускайте женщину, мы уходим. Не могу. Согласно протоколу, во время изоляции... Возражение отклоняется. А теперь будьте добры, выпусти к Кроганку. Нужно следить за капсулой во время процедуры. Стретьимся на следующем КПП, Шепард. Ты снова увидишь Тучанку. Обещаю. Идите к лифту, Шепард. О, май гад. Варна изолирована. Ворка изолирована. Нам надо пройти, Шепард. Да пройти, подожди. Какая-то проблема? С тем безопасности не отвечает. Так почини их. Ну, вдруг тут чё-то есть. Ну, вдруг... О, есть. Морден Солос, 178-3. Лекарство Меллана вызывает антииммунную реакцию. Самки Кроганов чё-то там. Блин. Записи Меллана написал процедуру в деталях. Заметил его ошибку. Грубый метод изменения гормонального уровня. Показывается, как он низко пал. Хорошо, что я сохранил данные. Разработал контрагент. Спас как минимум одну самку. Окей. Ещё чё-то есть? Нет. Я как понимаю, вроде всё. Ну, окей, чё. Или нет? Ща, погодите. С лифтом что-то случилось? Он не отвечает. Попробуйте ещё раз, капитан. Ща, погоди, муж это... О, ещё чё-то нашёл. Длинный ствол нашёл. Хорошо. А, я чувствую, короче, мы тут не выйдем через лифт. Нам придётся через эту херню бежать. Попробуйте лифт, капитан. А я чё? Так. А, нет. Он использовал связи гор, чтобы получить здесь станцию. Получил права на независимое исследование окроганов. Самки явно умирали. Варварские эксперименты вина мал, но я должен исправить. Должен спасти их. Больше не будет. Больше не будет смертей. Блин, сейчас чихну. Сорян, ребят. Хер знает, чё это. Я, кстати, мотыгой ни разу не пользовался. Надеюсь, она меня не подведёт. О, бомба! Ёперный театр! Проклятие! Валим отсюда! Вашу Машу! А кто бомбу-то зыл? Киритан Шепард, вы в порядке? Отсюда есть другой выход. Запасной выход с другой стороны лаборатории. Блин, ну это было очевидно. Я могу открутить его. Ты шо можешь. Шепард, тело-цервера пытается найти кроканку. Карантинную зону атакуют. Скорее! Скорее, блин. Стараюсь. Стар... Не понял. А, наверх? Окей. Давай, погнали, Джек. Шепард, это Рекс. Шепард, это Рекс. Я взял челнок. Делай, что хочешь, но подними женщину наверх к посадочной площадке. Попробую... Я попробую испортить церверу жизнь. Все хуже, чем я думал. Бравский огонь! Требуется подкрепление в этой точке. Че-то там... Куда идти-то? Да ё-моё, кто там по мне стреляет? Че за чему, блин? О, началось деревне утро. Так, это че? Это мина. Так, это че? Так, это мне не надо. Это че? Куда ты? Фига, он по мне палит. Так, Ляра подымает, а чему? А, нет. Куда ты там собрался? Это сервер? Господи. Прячься, Шепард. Так, ладно, этот вдох. Так. Да уж. Ну не материться же мне. Я и так стараюсь не материться, если честно. Так, это че? Так, понятно. С мотыги, кстати, в первый раз здесь стреляю. Лази. Ой, лази, сволочь. Где этот обормот? Да господи, он достал уже. Так, стоп. Куда собрался? Куда собрался, малыш? Все? Чисто. Уверен, они еще вернутся. Тоб сомневался. Естественно, всех убили, кроме нас, да? Так, ну... Еще враги! Где? Внимание всем отрядам, нас стопают враги. Это не саларианцы. Да, мы в курсе, что это не саларианцы. Блин, я забыл патроны вставить. Господи, это поджигающие. Думаю, что такое? Что так хреново стреляет? Да где ты там, господи? Окей. Так, на. В лоб. Господи, да сколько вас там мутантов? Вы что? Окей. Так, хорошо. Под таким огнем она долго не продержится. Шебер, быстрее, цербер, близко. Да идем уже, идем. Подожди, надо патрончики собрать. Дробовик, штык. Штык, дробовик, нахер он мне нужен. Так, игру я сохранил? Сохранил. Так, подожди, я еще здесь не был, блин. Надо же все, наверное, осмотреть, нет? Скорее всего, что это такое? Вид 472, Яги, одобрены для тайного внедрения. Идеальный кандидат для расширения славянского влияния с оружием полного отрицания. Риск минимален. Видимо, им не приходилось встречаться в бою с Ягом. Да, видимо. Нам зато приходилось. Так, окей. Давайте дальше, так. Не понял, куда он нам-то? О, боже мой. Берегитесь, дорогу новому серовому посреднику. Могу поклясться, что он все время бормотал Сони. Не смешно. Я ничего не пропустил. А, наверх, окей. Так, и что с этим огнем, как бороться? Можно как-то обойти? На, Шепард, ну перепрыгни. Я не понял, что делать-то надо. Что я пробежать-то не могу? Я не понял. Я что-то не так понимаю, или что? Тут еще один выход есть, нет? Че от меня хотят? Че это за хрень? Че за прикол-то? Мне разве не туда надо, блин? Да я не вдупляю, ребят. Че от меня хотят? Странно как-то. Вот я тупой, а. Че я, блин, сразу-то не сообразил. Хотя вот этот прикол с огнем, конечно, еще страннее, блин. Ладно, спасибо. Это я тупой, все-таки, как пробка. Ты не догадался. Так, окей, ладно. Затуп прошел, это радует. Просто все равно странно, что через огонь не можешь пройти. Хотя бы подходил бы тогда, чтобы дамаг был, чтобы меня обжигало, блин. Я не знаю, хоть было понятно. Понятно. Да уходи. Твою мать. Кто это? Так, кто упал там, блин? Ну как же Элиара не вовремя упала, ладно. Господи, как я ненавижу... Как я ненавижу эти дымовые завесы. Гарус, куда ты пошел? Блин, сейчас пройдет, я не знаю, я ничего не вижу, блин. Так, этих уродов я вижу. Ладно, Элиара, поднимайся. Не знаю, Элиара, поднимайся, надо что-то делать. Так, окей. Да, Шепард, отлипни, пожалуйста. Да, блин, отлипни. Достал, идиот. Так, окей. Блин, гранату. Ай, зачем мне то сделал, господи? Зачем я переключил? А, ну хотя да. Спасибо, кусты, вы как всегда вовремя. Блин, еще завеса, блин. Кто это? А? Да старайся, стараюсь, погоди. Кто по местам, господи? Дурак тут кусты поставил-то. Так, надо все-таки мне на горящие перейти. Все-таки перейдем на горящие патронов мало, блин. Вали от них. Скорее, Шепард, техник мертв, приведите нас. Что-то там, блин. Господи, ненавижу на скорость играть, если честно. Патроны мне нужны. Да бегу я, блин, бегу. Беги, Шепард, беги. Локдан их по пути собираем. Че надо? Вот же, все, че надо-то? Окей. Ты как? Держи щит в норме, если будет нужно, попробую починить. Но что с хромикой, пока не ясно. Все в порядке, капитан. Женщины держали в тайне. Возможно, в горшпион. Вероятно, одурманены. Если Кроганы не заключат в свою историю ансу, у межнецов не будет соперников. Мы дадим им достойный отпор. Надеюсь, блин. Шепард, средний сайт на следующий КПП. Здесь сервер может атака... Хватит. А, боже. Скорее, на следующий КПП. Так. Ну, отлипни. Да. На, господи, не могу к этой херне привыкнуть и все. Шепард, шевелись! Я беру огонь на себя. Да я шевелюсь, блин, изо всех сил, Рекс. Блин, опять это говно. Шепард! Все повредило, полная жопа. Я стараюсь, стараюсь. Что мне делать? Я ничего не вижу, кто там? Отлипный идиот. Так, еще один, так. Так, щиты. Сдохни, тварь. Сдохни, блин. Окей. Сдох. Где штурмовик? А, вон он. О, привет, ребят. Как сами? Так, второй где? Я цветов не сдал, да? Окей, двое готовы. Еще кто-то есть? Патроны? Так, наверх. Ну, ну, ладно, окей. Так, окей. Че тут? Я патроны собрал. Вдруг понадобятся. Ну, ладно. Тербер явно не шутит. Они пойдут на что угодно. Капитан, назад. Заль враги. А придумать что-нибудь нельзя? В принципе, можно. О, ни хрена у него оружие прикольное. И че у меня нет такой пушки? Вперед, капитан. Я вас прикрою. Отряд Реон. Приказываю держать позицию и блокировать контрольный пункт. О, нет. Опять пушка, что ли? Керахи, уходи нахер оттуда. Так. Сторонная пушка, господи, мать ее, ни хера, она мне продамажила. Вообще нормально. Успокойся, пушка, блин. Так. Там еще одна турель, что ли? Господи, не достали уже. Так, готово. Так. Так. Так, с этими разобрались, да? Так. Кто где, не вижу ни хера. Так. Вдохни. Да я и не волнуюсь. Так, окей. Кто еще где? А, здорово. Сажать. Кажется, это все. Ну и здорово. Ну и здорово это все. На сегодняшний КПП от Цербер так просто от нас не отстанет. Ну, наверняка, сейчас еще рогопопы какие-нибудь подъедут. С ягами, наверное, сейчас будем еще махаться. Раз их так много в клетках сидит. Там части какие-то собрали. Так, ладно, надо еще обыслить. А, ну, бабки. Окей. Окей. Это что такое? Что-то я зря это открыл. Доступ разрешен. Да, погодите, блин. Я еще тут не осмотрелся. Может, тут что-то есть? Да нет, вроде нет. Окей. Погнали тогда. А, что, опять что-ли? Окей. Морден был прав. Кто-то наверняка донес Церберу. Блин. А, ладно, у меня не было. Слишком быстро они здесь появились. Кажда войне рождается предатель. Это точно. Это точно. Так. О, это кто? Так, я что-то не понял это. Да куда ты? Как ты? Что Цербер такой идиот? Ой, Цербер, Шепард такой идиот, ты не пойму. Здесь лезь, это Шепард. Поднимаемся наверх. Да сейчас поднимемся, погоди. Так, наверное, поднимемся. О, ребята взлетает, это не... Ну взлетай! О, здорово, чувак. Где там этот страж? Окей. Боже, отстаньте от меня. Так, что такое? Ну, параллельно нам что-то... Собирать, наверное, что-то там так нам налево, ну окей. Здесь не работает, Шепард, нужна помощь. Наверх можно подняться. А-а. Ну? Ну? Бабло? Прибор стража! Даже страшно звучит, если честно. Что за прибор? Так, ладно, пока есть возможность буду все собирать. Тогда че? Тут явно с ягами будем драться, блин. Я прям чую. Так тут ничего нет, это наверху че? Я иду наверх! Ну да, иду, конечно. Че еще делать? Отряд Орион, мы заблокируем самку контрольной точки. 2, огонь. Так. Че-то пока не очень пойму, но ладно. Так, там опять сканер? Да, наверное. Так, окей, погнали. Ну, давай. Я подогнем. Сейчас мы разберемся, надеюсь, когда-нибудь. Ну-ка. Прячемся. Ну, а здорово, чувак. Как сам? Че это ты задумал? Твали. Кто тут остался жив? Так, вон там еще какое-то чмо. А ну, отстань от наших друзей! Сдохни, блин. Шепард, полагает, сервер отключил энергию. Не могу ничего сделать, пока не переключите аварийную и что-то там. Ну, понятно, я уже видел через сканер, вон, какое-то управление питанием было. Окей! Так. Посмотреть рядом, он должен быть энергетический. Да я знаю, ну, сейчас, блин. Погодите, соберу прицел и все такое. Надо сначала какую-нибудь полезную хрень собрать. Может, тут что-то есть. Найдите энергетический те, блин, там эти дохнут уже, господи. Тоже знал-то. Туда отлипни. Ну. Господи, какой новый уровень, жопа. Какой скорпион, иди нахер. Так, отлично. Давай уже включай. Энергия включена. Отлично. Куда теперь? Назад? Отлично, можем пройти. Стоп. Тут еще один церберский отряд. Топ, сука, сомневался. Что за тварь по мне палит? Вы что там, бомжи? Обордели, что ли? Пошли нахер. Кого-то там что-то кидать собрался, блин. Взлетаем, ребята. Взлетаем. Блин, сука, взлетаем, говорю, а. Полетели мы. Клопаем ресницами все. В этом духе. Все. Кто? Кто? Не вижу, кто там, блядь. А, здорово. Что такое? Упал, что ли? Бывает. Отлично. Страх к разрушению никуда не делай, Шепард. Теперь мы... Шепард, вы должны провести нас. Вы должны не провести нас. Да погоди ты. О, а еще комп пропустил. Вит-408 Варна может предоставлять себе новую форму биологического оружия. Понятно, ничего. Обладая повышенным размером и разумом, они могут атаковать рождевное гражданское население. Очень быстро, болезненно. Бла-бла-бла-бла. Окей. Что тут? Активировать. А, ты как, держишься? Держишься, щита слабевая, долго не продержится. Я не стану вам вузой, капитан. Вы меня не знаете. Конечно, не знаете, я в первый раз вижу. Я хотел бы. Держись. Сколько осталось КПП? Только посадочная площадка. Надеюсь, урна Трекс ждет нас. Он должен быть здесь. Увидимся наверху. Самка здесь. Здесь, здесь, блин, самка. Блин, как неудобно. Так, окей. Так, ладно. Так, окей. Ой, что-то взорвалось. Кали. Так. А, привет. Медведь. О, боже. Опять они свою говнозавесу кинули, потом граната. Граната! Да, блин, Шепард, не тупи. Где я кто? Не вижу. Как Лера, куда там она стреляет? Там ни хрена не видно. Так, это Гарус. Граната. Так, теперь я вижу. Ага. Так. Куда ты там? Фига, он мне пострелял. Блин, как они достались. Это последний. Ходим отсюда нахер. Шепард сказал тебя ждать, я не могу бы тут вечно стоять. Рык, заткнись, а ну думаешь, я тут чай пью, что ли, а? Отлипни. И все пройдет хорошо, я сделаю тебя почетным кроганом. Да нахер мне это надо, блин. Ты там давай, прикрывай жопу. Куда идти-то? Не сюда разве? Так, мне, наверное, туда надо идти. Нет, я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю опять что-то? Мне кажется, мне сюда надо. Наверное. Или я не прав. Да нет, вроде сюда. Окей. Как я не додумался перепрыгнуть огонь? Это, конечно, вообще феноменальный идиот. Так, ладно. Где вы? Шепард, на нас напали. Что делать? Срать в штаны и бегать. Что еще делать-то? Господи, как эти бесит эта хрень. Ни черта не вижу. О. Теперь вижу. Теперь опять же ни хрена не вижу. Сдохните, ублюдки. О, господи. Что-то все летает. Дохни. Да я стараюсь, стараюсь. Заткнитесь уже, ребята. Это кто? Куда ты там пошел? Ты что встал, блин? Наивное создание. Все? Шепард, тихо. Мне нужно ваше одобрение. Что? Какое уже поодобрению? Что ты несешь? Что ты несешь? Шепард, скорее подтвердите отходку. Открыть, иначе и уйдешь. Блин, ну господи. Дайте обыскать-то. Что, нельзя ничего обыскать, что ли? У тебя по-быстрому. О. Шепард, ты должна разрешить выпуск. Тогда Капусова придет в зону перегрузки. Давай-ка вытащим вас отсюда. Ну и что? Где что-нибудь экстремальное? Какой-нибудь здоровый робот, который будет драть меня полдня? Ай, а то же так просто все не бывает же обычно. Что такое? Шепард, осторожно, здесь робот! Блин, как вот... Почему каждый раз одно и то же, а? Вот реально. Это смешно уже. Почему опять робот? Господи. Что вы встали? Разбегайтесь, идиоты. Шепард, я не могу сесть, пока ты меня разберешься с этой штукой. Слишком опасно. Это слишком опасно. Вижу самку. Дверь повреждена, не могу выйти. Не оставайтесь, я разберусь. Что, решайте Кроганку Шепард, она уязвима. Легко, блин, сказать, уроды. Это работает хрень? О, как все плохо. Так, ну-ка, погоди. Где мои? Я могу еще патрончики вкачать, нет? Так, че? Запас... На 30% увеличивает запас припасов? Нет, припасы важнее. На, бомж. Так, ну-ка, поднимем его. Че он не взлетает? Я хочу, чтобы он взлетел. Да, конечно, конечно CRX, сейчас, сейчас Ты стареешь, бей эту штуку Я не старею, я охреневая, чувак Думаешь, ты так просто, да? Да, думаешь, так просто? Да ни хрена А на этом работает? Да, да, одну ячейку отняли Ты будешь восстанавливать здоровье? Ладно, давайте подлечимся Хрен с ним, давайте подлечимся Так Теперь нам надо на это переключиться, наверное Ты переключишься? Что такое? О, господи, бомжи подъехали Твою мать, этого я не ожидал Не, ну я ожидал, но как-то их сначала не было Я как-то расслабился Так Ну бейте этого-то Прячься Так, кто сдох? Все сдохли, нихера вы красавцы Ну ладно Окей Сдохли так сдохли Я так и знал, что мне придется все одно рыло решать То есть О, ни хрена себе, ладно, окей Дубль два Блин, надо эту суку как-то валить по-быстрому, блин Так Ну-ка, может, мина на него лучше действует? Хотя я сомневаюсь, конечно Так, окей Хрена, она на него не действует Сразу выносить эту тварь Так, окей Кажется, это без толку Ну ладно, давайте еще раз попробуем Да погоди ты Блин, сука О, как он, у него что, самонаводка что ли? Ни хера себе Так, ладно Давай, окей Так Как ты думал, в сказку попал что ли? Так Пока Кусок говна, блин Думал, что? Со мной так просто не справиться, блин Жай Роната летит Ну-ка в лоб ему Окей Окей, окей, согласен Эх Это что еще за... А, эта хрень Ну стреляй Сколько как ты меня достал, придурок Рвануло, нет? Где кто? Я не вижу В какой стороны-то Противники Слышь, отстаньте от меня, идиоты Шепер, ты справился У меня тут чисто Скоро буду Дали уровень Что-то нам уровень За уровнем, да Эй, ну дайте патроны Собрать бобры Вы что, нах? Вы что, охренели? А как же так? Фу. Ну, ты меня обнимешь, чудовище, блин. За то, что я опять выручил твою задницу от твоей тупости. Я уже было начал беспокоиться. Ты вечно беспокоишься. Давай быстрее. Рекс, ну чё ты? Давай-ка вытащим тебя отсюда. Она знает Рекса, что ли? Я не могу понять, блин. Чё-то я, говорит, тупанул по этой вот теме. Вот они. О, господи. Это они, быстро. На, во, наконец-то женщина добралась до ствола. Ну, в смысле, до пистолет. Я могу за себя постоять, Рекс. Женщины. А, она ещё, типа, жопой вертит. Классно. Потрясающе. Чё ты мычишь там? Заткнись. Шепард, нет. Мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Чё-то не договорил он, по-моему. Может, они это, подконтрольные? Уже похоже, что их кто-то контролирует, потому что там сзади призрак какой-то мудак же стоял. Только не рассказывайте. Только не рассказывайте. Члены могут наносить больше урона. Так, вот чё там? Хакет? Капитан болтает, чтобы налаживать союз между Кроганами и Турианцами. Если воины Кроганов отправятся на пола, и Турианцы обещают помочь флотам. И как здесь замешан сербер? Не знаю. Призрак что-то затевает. Ну тогда не отпускайте поводок. Если союз состоится, то это будет неоценимая помощь Альянц. Нам понадобится вся возможная помощь. Как там протеанское устройство? Разработчики Альянца официально приступили к строительству. Команда дала ему название проект Горн. Мы привлекли к работе всех, кто умеет держать в руках молоток. Это будет самый дерзкий проект за всю историю человечества. Мы справимся? Не хочу сказать, что это будет просто, но... Наши исследователи говорят, что схемы элегантны, масштабны, но удивительно просты. Мы можем это сделать, Шепард. Вы можете. Не сомневайтесь в этом. Нет, сэр. Хорошо. Конец связи. Так, следующая серия буду выполнять по бочке, выполнять по бочке, по бочке. Еще раз по бочке, потому что по основной миссии, по-моему, уже нельзя идти. Это что-то непонятно, когда я уже вторую просрал, полностью вселенной не обследовал. Хотя я не знаю, может там ни хрена ее не было. Не, хотя все по бочке я выполнил во второй части, но почему-то много планет не обследовал. Ну, точнее, этих вселенных, или как они там называются. С потоков. Что за торжественная музыка-то, я не пойму. Что стряслось? У кого день рождения? Это типа что, союз, или что? Ну, и к чему это, я ни хрена не понял. У тебя есть женщина, Рекс. Лекарством для остальных можно заняться потом. Нет, мы так не договаривались. Но половину ваша помощь нужна сейчас, мы не можем ждать. Пока каждый кроган не получит лекарства, союза не будет. Не, надо уговаривать Рекса, наверное. Морден, сколько нужно времени, чтобы закончить лекарство? Надо синтезировать базовый аниген женщины, потребуется ткань здорового крогана самца, мне нужен образец. Он перед тобой. Приемлемо. Для этого ты должен будешь остаться на борту Нормандии. Будем надеяться, кормят тут теперь лучше, чем тогда. О, господи, с нами Рекс будет, это ж круто. Сложится взять лекарство, которое подойдет всем кроганам Морден. Справитесь? Конечно. Это похоже на работу по модификации генофага. В этот раз работаю против своих модификаций, не так просто, как дефектная ДНК, блокирующая точки интеграции. Нужно остановить коллапс резервной нервной системы, заменить уровни нейромедиаторов. Ну ладно, ясно. Создавим лекарство Шепард, не волнуйтесь. Тогда приступайте в Морден и работайте побыстрее. Всегда работаю так, буду медотек, если что. Нужно проверить, как Ева. Ева? Настоящими имени известно, Нормандия корабль людей. Кажется, человеческая мифология уместна. Предлагаю поговорить с ней, новая точка зрения. Кто ждал от крогана? А, или с нами Ева будет. Короче, непонятно, то ли Рекс будет, то ли Ева будет. Ну, так, что-нибудь еще? Меня немного беспокоит корабль, с которым мы потеряли связь. Что случилось? Я бы предпочел обсудить это наедине. Проблемы Турианца с моими не сравнятся. А чё опять я выдрачиваю? И в чём же дело, ребят? Несколько моих бойцов пропали, остальное нам стоит обсуждать. Но не здесь. Я встречу с вами обоими в командном зале, будьте готовы говорить. Всьюх! Ну, ребят, вот такой у нас стрим получился. И такая серия, и такой стрим. Надо, наверное, почитать кодекс потом будет, да? Да. Буду потом читать кодекс и задание. Турианский взвод. Примарх Виктус попросил спасти упавший корабль. Дал ему координаты на тучанке высадить. Там узнать, что произошло. Приоритет тучанка. Ева, на самом деле, является ключом к победе над генофагом. Но создание лекарств потребует времени. Помогите Турианцам в сражении со жнецами, пока идёт синтез лекарств. Вот это я всё буду выполнять. Так это чё? Пропал отряд Кроганов в Норманде. Получил координаты последнего местоположения. Узнать, что произошло с отрядом. Короче. Будем вот эти все выполнять. Вот это я поищу. Так. Электросеть пока не ясно. Стабилизатор нагрева тоже где-то найдём, я так понимаю. Тлок. Вот я боюсь, что это DLC, потому что я знаю, что в Саре есть какой-то DLC. Я когда игру покупал. Так. Тучанка. Тут тоже какие-то прототипы найти. Вот найти горно нам в следующей серии. Мы, наверное, всё-таки с горно разберёмся. А сейчас, ребята, под конец. Давайте с... Так. Вообще не туда зашёл. Я думал, это это. Ну, вы поняли. Хрень это, короче. Это кто? Рекс. Так, с Рексом потом... Я хочу за Эшли съездить. Потому что мне... Мне говорят, что оно тоже должно быть в отряде. Я хочу её срочно вернуть. Казалось бы, соларианцы должны лучше охранить базу на своей родной планете. Не, всё там нормально. Просто Цербер обзавёлся техникой жнецов, по сравнению с которым оружие соларианцев палки-копалки. Капитана, у вас новые сведения 10-х Цербера на тучанке я отметил на карте. Так, это тоже потом... Так. Так, всё-таки давайте сгоняем. За Эшли, если это возможно. Потому что я так и не понял. Может, она вернулась, а? Да нет, её вроде в выборах не было. Ну, сейчас быстро сгоняем. Если вы не против... Где? Ретрансляторы почему-то... Да, всё правее находится, что странно. Так, ладно. Её цитадель. Так, это цитадель, да? Окей. Всё, по-быстрому, по-быстрому в больничку. И потом всё. Обратно на Нормандию. Так. Так, мне чё надо-то? Докер-ли-янс? Даже без понятия, чё мне надо. А, ну да, наверное. Мне надо... Мне надо в больницу. В больницу нам Эшли забрать. Если это возможно. Она сказала, что будет. Я так понял, по словам ребят, что будет. Значит, раз будет, значит, будет. Я так понимаю, тут постоянно цитадель какие-то задания обновляются. Надо бегать. Следующая серия, я не знаю, а может, за кадром по бочке повыполняю. Но Эшли-то тут нет. Потому что она уже на Нормандии, а? Сейчас до Нормандии дойдём. Господи, на Нормандию надо пешкодрапом хереначи, да? Ну, давайте, давайте, давайте. Великам. Норманди, Норманди. Просто интересно, блин. Где она? Сузи Джокер, специалист-трейнер, векс-примарх. Нет. Ну, пожилая палуба. Ляра Гаррис, Мординг, Роганг, Инженер Адамс, Доктор Чаквас. Нет. Сейчас везде посмотрю. Странно или я что-то не понимаю. Яю, где она? Раверс. Кстати, надо где они потом ещё сходить. Ну, короче, ребят, не знаю. Без понятия. Может, у меня в корюте капитана живёт? Кстати, рыб надо покормить, если они не сдохли. Эшли! Ладно, я потом её на цитаделью поищу, потому что больше у меня вариантов нет, где она может быть. Ну, а вам всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения, ребята. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...